Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Друзья, я думаю, что в представлениях не нуждаются, но все равно представим Имеем честь присутствовать на целом дневном тренинге Не просто дважды бриллиантовых новых директоров компании Reflame Не просто новых топ-15 России А еще и их большую бриллиантовую команду здесь Я думаю, мы их тоже услышим Итак, Ирина и Антон Долженко Спасибо Спасибо, друзья Спасибо за ваши жидкие аплодисменты Стойте, стойте, стойте Давайте по-нашему Давайте по-нашему Освободите ручки Освободите ручки Нас в отеле и так думают, что мы секта Давайте не будем Давайте не будем разочаровать людей Приготовили? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот тебе нормально Так, что у нас? Переключатель Есть? Ага, окей Ну что, друзья Очень радостно вас здесь видеть Всех очень радостно Что собралась такая элита Такой спецназ Reflame Давайте мы с вами начнем работу Мы сегодня с вами будем долго Поэтому успеем все, не переживайте Давайте тогда следующий слайд Наш формат работы на сегодня Мы с вами будем работать два раза по три часа С перерывом на обед После обеда просьба всем вернуться Поэтому сейчас запомните своих соседей Кого после обеда не будет, можно сдать этого человека В конце каждого блока будут ответы на вопросы Если будут вопросы по ходу пьесы Вы можете их задавать На листочках писать, передавать нам Работаем в виде диалога Следующий слайд Нас собрал сегодня Крым Мы сегодня оказались здесь Мы первый раз С Ириной, честно скажу Уж на сто уж мы попутешествовали Но в Крыму первый раз Ребят, как вам в Крыму? Круто! Отлично! Можете кто-нибудь сказать два-три слова? Два-три слова, которые характеризуют ваш отдых, обучение в Крыму Кайф Приятность полезна Приятность полезна Эмоционально зажигательна Эмоционально зажигательна Побуждает к действию Побуждает к действию, отлично Красиво и продуктивно Красиво и продуктивно, отлично Еще Питательно тоже Питательно Для мозга и для всего Так, давайте поднимем руку, кто за эти дни похудел Так, четверо Пятеро Ага Давайте поднимем Ну ладно, не будем Ну про еду поговорили Осталось поговорить про другую крымскую достопримечательность Экскурсовод знакомит гостей с достопримечательствами Крыма Сейчас мы проезжаем мимо знаменитого винодельческого хозяйства Масанга Туристы в ответ говорят То есть как это проезжаем мимо? Ребят, кто пробовал крымский вино? Кому понравилось? Отлично Да, вчера Вчера я вас многих видел Вот так И я по глазам вашим видел, что вам очень понравилось Это отлично Вчера поздравляли Витю Где Витя у нас? Сегодня он имененник, да? Давайте поаплодируем Ребят Ну и давайте тогда начнем Кто мы? Следующий слайд И я очень скромный человек Я очень скромный человек Поэтому приглашаю рассказать о том, кто мы такие Мою любимую вторую половинку И генератор всех идей в Арифлейм в нашей семье Мою супругу Долженко Ирину Всем добрый день Сегодня мы пришли не для того, чтобы попиариться Как мне кто-то сказал На самом деле для нас очень большая ответственность сегодня Суметь выдать тот опыт, который мы получили Нам очень важно, чтобы люди, которые нас слышали Услышали нас Нам очень важно, чтобы вы время, которое инвестировали сегодня Чтобы вернулось новыми званиями Нам очень важно, чтобы Россия росла На сегодня Мы закрыли полификацию дважды В клиентов и директор На сегодня мы представляем ТОП-100 глобального мира Арифлейм лидеров Среди всех стран Мы представляем нашей командой ТОП-15 России В нашем регионе мы занимаем первое место Уже три года мы входим в состав консультационной группы И завтра у нас состоится встреча с руководством Весь день по поводу новых инициатив в России Конечно, для нас, как и для Сергея Очень почетна была встреча в Нобельхолле в 2012 году Когда 300 лучших лидеров мира попали на встречу с королевой Сильвией У нас есть разные фишки И фокус наш на развитии директоров И особенно в летний период Нам позволяет этот период мобилизироваться И нам всегда было интересно расти тогда Не тогда, когда все растут А тогда, когда какие-то условия сложные Мы воспринимали как вызов Что именно сейчас мы должны что-то предпринять Потому что мы давали обещания нашим людям Мы являемся участниками программы За рулем мечты и получили полтора года назад Вольво Икси 60 Она стоит сейчас 3 миллиона рублей В нашей команде еще две машины Всего три машины разъезжают по городу Барнаул И несут имя рефлейм в массы Это очень дорогого стоит Правда? Все наши действия нацелены на рост На рост развития А рост развития связан у нас с новыми менеджерами И на первой конференции в 2015 году У нас от нашей команды приехало Максимальное количество участников Как от топ-лидеров Это значит, что мы получили благодарность От вице-президента России За работу И это значило, что сейчас, в 2016 год Те менеджеры, которые были на конференции Это наши новые директора Золотые директора Это тот уже директорский корпус Который уже достойно представляет Имеющийся всего бизнеса в наших регионах В 2016 году Произошло еще интересное Очень событие Для нас неожиданное На бриллиантовой конференции в Абудабе Нас представили от региона СНГ Как номинатов на премию Томилы Почему это премия? 8 лидеров из разных стран Индия, Индонезия, Китай, Польша Бразилия и Россия Были представлены как номинанты И вы знаете, для нас очень дорого Что эта премия На эту премию номинируются те лидеры Которые живут в духе и ценностях Арифлейн Те лидеры, которые помимо результатов Показывают еще высокие этические стандарты И высокую социальную ответственность Наверное, вот то Это признание для меня является очень важным Как для человека, которому Не все равно, что происходит в мире Для меня это очень дорогая номинация И как-то 2015 года То есть мы стартовали в начале 2016 года С официальным детским благотворительным фондом Живи И учредителями стали этого фонда Бриллиантовые директора нашей команды Давайте им поаплодируем Очень много людей в этом мире Могут красиво говорить Но не все готовы что-то делать для этого На самом деле И я бы даже подняла сейчас на местах Семью Гифнидер Семью Родионовых И Владимира Пашко И Володя Преданы своим ценностям Вот в принципе Сегодня мы покажем вам этот путь Как мы пришли Как мы проходила наше становление И почему мы здесь сегодня Вы знаете Для нас С Антоном Всегда Важно было Не только стремление Заработать деньги Мы приходим за деньгами Но остаемся мы здесь По совершенно внутренним Глубоким причинам Для меня успех Мне не все равно Как его делать Мне не все равно Где зарабатывать деньги Вы согласны? Сейчас очень много есть Сфер Где Косят бабло Согласны? Но Жить С ценностями И найти ту работу Которая позволит вам Действительно быть достойным человеком Это очень дорогого стоит Для меня Примеры успеха Всегда были гармоничны В том плане Что Я стремилась Искать те примеры Когда Крепкая семья Надежная семья Воспитаны хорошие дети И при этом Создан успешно Развивающийся бизнес История тех лидеров Не лидеров А есть история успеха В разных сферах деятельности Когда человек остается один Когда идет по головам Когда получает Какие-то результаты А эту радость И разделить не с кем Я читала когда-то истории Там Голливудских актрис Которые приходят с Оскаром В отель И плачут в одиночестве Я не хотела Такого успеха Я хотела Чтобы на этом пути Мы могли Жить Мы могли Любить Мы могли Учиться Развиваться И мы могли Привнести Что-то в этот мир Полезное И оставить После себя Какой-то след Это слова Стивена Кови Это очень успешный Бизнес-консультант Оратор У него 9 детей 64 внука Он очень успешен Для меня Это тот пример Который действительно Глубоко понимает Зачем он живет На этом свете Пример того Как он разворачивает Своим примером Судьбы других людей В сторону осознанности Поэтому Наверное Вот к этому Мы пришли Когда-то я увидела Вот этот логотип На какой-то конференции И у меня Вот возникла мысль И призыв К людям Которыми мы работаем Живи Живи ярко Ведь каждый человек Он должен уметь жить Не просто проживать Жить насыщенно Видеть этот мир Быть гармоничным Быть счастливым Быть любящим Быть любимым Быть востребованным Это потребности Любого человека У каждого человека Есть потребности На физическом уровне Жить комфортно На духовном уровне Иметь потребности В том, чтобы Любить Быть любимым Понимаете Развиваться Всегда развиваться Какой бы ни был У нас уровень Мы с Антоном Будем развиваться всегда Антон любит говорить Что мы не овощи Чтобы Родиться и проспать На грядке Да Мы должны развиваться Мы всегда будем Идти вперед Но теперь и сегодня Уже когда наши Базовые потребности На физическом уровне Выполнены Для нас сегодня Наши цели Это уже миссия Поэтому для меня Очень волнительно Сегодня быть с вами Когда мы говорим О гармонии Очень трудно Эту гармонию Реализовать Как научиться Работать Воспитывать детей Уделять время здоровью Это задача Практически для многих Невыполнимая Одновременно Развиваться Во всех сферах жизни И вы знаете Я хочу вам сказать На первом этапе И не пытайтесь Думать Что во что-то не так Если во всех сферах Не развиваюсь Я недавно услышала Очень хороший пример И я поняла То есть всегда Мечешь Что и какие-то Вот такие Недовольства возникают Что где-то ты Сделал Где-то ты Недоделал И вот жить с этим То есть нужно уметь Жить все-таки С пониманием К этому отношениям И радоваться тому Что ты успеваешь делать Так вот Когда мы пришли Мы жили В общежитии В комнате 9 квадратных метров У нас появилась Мотивация Наша дочь И вы знаете В тот момент Не будешь думать О высоких там Материях Тогда нужно было Просто физически Выживать И когда Сейчас я понимаю Пример То почему Сразу не получится Все гармонизировать Потому что Когда вы хотите Научиться Жонглировать Пятью яблоками Представьте 5-6 сфер Вы взяли Вы сразу Хотите научиться Ими жонглировать Не получится Возьмите Самое приоритетное То что сейчас Для вас Для нас тогда Самый главный Приоритет Было просто Выжить В хороших То есть дать Ребенку Не общагу А квартиру Свою детскую Комнату Дать хорошее Питание Образование Для нас Когда нужно было Это важно Мы взяли Одно яблоко И все поставили На то Чтобы бизнес Встал до того уровня Чтобы мы могли Заняться потом Другими сферами Это называются Приоритеты Не получится И полы мыть И гладить И пирожки печь И бизнес строить Сразу Не получится Надо сначала Поставить этот бизнес На такой уровень Чтобы при грамотном Построении У вас появилось Потом Свободное время Для того Чтобы заняться Остальными сферами жизни Понимаете В это время История повторяется Как у Сергея У нас что-то у бриллиантов Стало модно Рожать по трое детей Но наверное Это потому что У нас появились Возможности Рожать столько детей Сколько мы можем Действительно Полноценно обеспечить Когда я смотрю Фильмы И говорят Сынок Ты у меня один То есть если трое Значит Не береги себя Каждый ребенок Для нас Он единственный И каждому ребенку Мы как единственному И первому И второму И третьему Пока Трем Мы хотим дать все И вот Лиза у нас родилась В 2002 году У нас не было Телефона У нас не было Компьютера У нас Пейджи только появился Я не знаю как Но мы сделали За полгода Директора У нас были Квадратные глаза Бешеные глаза Состояние Вот так ребенок Засыпал В разговорах В квадциях В шуме В коляске Где То есть она Очень самостоятельный Ребенок Так получился Вот То есть мы сделали Мы получили Премию Тысяча долларов Когда ей исполнился Год Ровно В ее день рождения Вручали нам Премию Тысяча долларов Для нас Это Вы знаете Вот эта первая Ступень Она самая Дорогая Когда ты Из ничего Когда ты Будучи Никем Ты это Сделал Вы знаете Потом все само Как разумеется Но первая Тысяча долларов Она Не знаю Как Облита Твоими переживаниями Всеми стремлениями Там Незнаниями Неумениями Вот Поэтому Для нас Это очень дорогого Стоит Сейчас я расскажу О становлении У нас Появилась Вторая группа Третья группа Четвертая группа Пятая Шестая группа На уровне Бриллиантового директора Мы позволили себе Уже родить Второго ребенка Это Совершенно Другие Эмоции Рожать Тогда Когда Вы имеете Возможности Подарить ребенку Всего себя И все то Что можно Дать Этому ребенку Понимаете Вот Это стоит того Чтобы Это сделать У нас Родился сын В 2014 Году И в то время То есть Был такой момент Перехода Мы понимали Что есть новое Сейчас движение Если мы не можем Себе позволить Мы несем Ответственность За группу Если сейчас Мы не обеспечим Рост и внедрение Новых технологий То завтра Уже будет поздно То завтра Уже будет поздно Поэтому мы работали С ним В декрете Сейчас ему Два года И мы открываем Квалификацию Располнительного Директора Надеюсь Завтра Нет Ты спать Накал Люди уже плачут Ну да Вы меня простите У меня всегда плачут Ну так Глубоко Пробивает Вот смотрите До уровня Бриллиантового Директора Я жила С ощущением Тревоги Я не знала Что меня ждет Завтра Если вы Оглянетесь Вокруг Вы видите Что если Люди Которые Не Берут на себя Ответственность За свою жизнь Жизнь Их учит уроками Если они Не понимают Им дают еще уроки Какие уроки Сложные Сложные Разные Какие могут быть Уроки В жизни Чтобы ты очнулся Большие 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 проблемы Маленькие проблемы И сделать этого Можно ждать А можно Подготовиться К тому Что в жизни Может быть все Но все таки Когда у вас есть деньги Вы более подготовлены К решению этих вопросов Мы знали Когда еще у нас Лиза только Была рождена Мы уже тогда знали Что придет время И она будет Задавать нам вопросы Если мы сегодня Ничего не предпринем Мы знали Что придет время Она будет выбирать Направление В своей жизни И Либо мы Дадим эту дорогу Либо ей придется Откататься От своих мечт А это происходит Девочки Которые с нами Учились В медицинском училище Имели красные дипломы Они не поехали В столицу Потому что Мама с папой Сказали Мы не сможем Тебя потянуть Я потом Этих девочек С красными дипломами Видела Продавающими сахар Я знала Это Я видела Я понимала Мой ребенок Тоже растет Если не сейчас Если мне сегодня Будет некогда То завтра Уже будет поздно Я не могу Вернуть Детство И вернуть Те впечатления Когда ребенок рос Когда развивался Я не могу Потом В 25 лет Когда ему Да У меня время появится Дети вырастут Я такая Поехали в Диснейленд Зачем Когда ваши родители Становятся старше И Организм уже Не такой молодой И нужна помощь И какие-то Возможно вопросы Придется вам решать Вместе с ними Вы готовы Развести руками Или Сделать что-то Сейчас У вас есть Все возможности Мы Начинали Представляя Ту конечную цель Ту картинку Которая в нашей жизни Сейчас происходит Мы ее когда-то Уже видели перед собой Я нигде Не показываю Тут квартиры Машины Там Дачи Ну например Вот мы В декабре месяце Купили маме Однокомнатную квартиру В Барнауле Она жила В Рубцовске У нее был дом Туалет на улице Вода холодная Мы помогли сначала Купить там А потом купили Уже рядом с нами Уже в Барнауле Просто купили За деньги Не за Чтобы были условия Комфортные Чтобы она отдыхала Хотя у нас большая квартира Могли бы вместе жить Но мы хотим Чтобы это было Ее личное пространство Родители полгода назад У нас задумались О том Родители Антона Чтобы купить Дом Жить на земле Вот пришел такой момент Что для здоровья Это важно было И Им денег не хватало Мы получили 10 тысяч долларов Мы им подарили На покупку этого дома То есть полтора миллиона Мы подарили еще И мы рады и счастливы Что мы можем Мы рады и счастливы Это вот те кочки Вот это Вы знаете Вот эта кочка Это полтора миллиона Вот Ну немного вроде Да А сделать можно Столько Важного И нужного Поэтому Смотрите сами Спать будете Растягивать будете Вы просто возьмете И сделаете Будете жить И наслаждаться Давайте Следую Поэтому мамам Сегодня Я мама Я очень люблю Своих детей И я очень Хочу проживать С ними Каждую минуту Радоваться С ними И именно Поэтому Именно поэтому Если говорят Кто-то говорит Что детям не мешают Карьере Это неправда Я могу сегодня Ответить словами Тины Канделаки Что карьере Может помешать Только ваша Неорганизованность Неумение Расставить Приоритеты Или вообще Непонимание Смысла Самой работы Мы сегодня С вами будем Об этом говорить Как организовать Все время Какие приоритеты Расставить И в чем смысл Этой деятельности Потому что Арифлейм На сегодня Может дать вам Все Вот я могу Перечислять Я могу сказать Все Все Начиная Не только С физической сферы Но и сферы Вашей реализации Ваших талантов Вашего развития Развития ваших детей Все Есть Для меня Арифлейм Это песня Это подарок судьбы Который просто Вот мы с вами Очень счастливые люди Что так сложилось Что первое Вот сетевая компания Так сложилось Что мы с Антоном Пришли в Арифлейм И многие у нас Могут говорить Такую фразу Мы наверное Богом поцелованы Это правда Это компания С ценностями Это компания С деньгами Это компания За которой Действительно Можно идти Можно бороться За ее интересы Давайте следующий лайк Сегодня Что-то вы услышите Вам знакомое Что-то вы услышите Новое Вы должны Сегодня Определиться Что вам Не нужно Метаться Бежать За что-то новым Да Или возвращаться К старому Вы должны Сегодня понять Что для вас Актуально Я сегодня Вам покажу Как анализировать Работу Вашей группы Чтобы вы поняли Где именно Вам нужно Быть сильным В чем вы сильны Оставаться Сильным А где вы можете Улучшить За счет Каких изменений То есть вы должны Для себя Каждый Сам определить Что для вас Именно актуально И не метаться Сейчас на то Чтобы взять И полностью Переделать То что вы Уже чем занимались Взять И переделывать В другой системе Кто-то говорил Сережа говорил Что вы можете И ничего не достигнуть С новой системой И свою порушить Понятно То есть мы будем Стараться Давать так Аккуратно И с пониманием Зачем вам Это надо Поэтому посмотрим Сегодня на ваш бизнес Что вы видите Реальность Или тень Вы видите То что вы хотите Видеть В своих бизнес Партнерах Или вы Либо реально Видите ситуацию И видите Куда вы придете С ними Видно на картинке Да Люди идут мимо На тени Как будто они Вместе Рядом Иногда Мы обманываемся В том Что мы хотим Увидеть Поэтому давайте Сегодня без трех Раз Будем работать Настроены? Да Давай Можно поаплодировать Ну что же Откуда мы вообще взялись Откуда мы взялись В Арифлейм Как мы Как мы к этой мысли пришли Давайте Познакомимся Мы по образованию Доктора Я врач Стоматолог Ирина Врач Провизор И честно скажу Если бы В тот момент Вот за Не знаю За полгода До нашей регистрации В Арифлейм Кто-то из вас Подошел бы Мне сказал Ты будешь в Арифлейм Каким-то там Алмазным Яхонтовым Директором Да Я бы просто Ржал Вам в лицо Я Потомственный врач И Арифлейм Распространение Косметики Это Ну это было бы Настолько Наверное Смешно И удивительно Я бы в это Никогда не поверил Но Жизнь сложилась так Что Нам пришлось Искать Арифлейм Как вы думаете Почему? Денег Надо было Мы были студентами Жили В общежитии Медицинском На шее у родителей И потом В один прекрасный момент Родители занимались бизнесом У них Все было замечательно Бизнес работал Бизнес рос Но потом В один прекрасный момент Он С помощью конкурентов Развалился И родители нам сказали Слушай Ну все Как бы Денег не будет больше Нам передавали Какие-то там Ну знаете Студентам бывает Передают коробочки Может быть Есть у кого-то Студенты Или может быть Вы сами студенты Что там в этих коробочках лежит Еда Варенье Варенье Какая-то Картошка Какие-то носки Колбасы Там Сало Что-нибудь еще Завернутые В носке лежит Там тысяча рублей Носок прячем же Да Вот нам вот это вот Все передавали Мы Родители в Рубцовске Мы в Барнауле Но мы Начали шарить все носки А тысячи рублей нету То есть все есть А тысячи рублей нету Так Одну неделю Вторую Третью И вот так вот Как-то постепенно То есть Нас сняли с довольствия Да То есть Как бы Передавали ровно на то Чтобы Ну то есть Ну чтобы у нас было На чужих Общага в принципе есть Одежда есть Еда есть А и все Больше ничего нет Если я сейчас сяду На этот автобус То в буфете уже там Чай с булочкой Уже купить не получится Собственно Вот таким вот образом Мы начали Задумываться о том Где заработать деньги Я начал делать то Что умею Какие-то там По ремонту Кому-то там помогать Еще что-то Уже пациентов принимать Пытаться за деньги А Ира Что-то там у нас Вязала Вяжу на зак Вяжу на заказ Из пряжи заказчика Да Шапки шила Да Что только они делали Ребята Просто Просто вот Каким-то образом Понимаете Очень часто На презентацию Приходят люди Которые не пробовали Деньги зарабатывать И вы когда им говорите Слушай Ты можешь вот это вот сделать Вот это вот это И за месяц получишь Три тысячи Да Люди Которые не пробовали Деньги зарабатывать Они скажут Три тысячи Да мне Да мне достаточно Полтора-два часа Маму производить И она мне даст Три тысячи Это же проще Чем месяц работать Понимаете А люди Которые пробовали Зарабатывать Они говорят Три тысячи Вау Гречка Понимаете Вот Когда мы пришли В Арифлейм Мы пробовали Зарабатывать И когда Ира взяла Каталог Показала его Своим подружкам И Заработала денег Мы сравнили С тем Как мы Делали Деньги До этого И это просто Была как Манна небесная Какая-то Конечно же Конечно же Я В начале Был в жесткой Оппозиции Есть мужья Здесь Мужики Которые были В оппозиции Поднимите руку В самом начале В жесткой В нормальной Ага Есть А кто сейчас В оппозиции А есть Женщины У которых Мужья В жесткой Оппозиции Поднимите руку Есть Ну тоже немного Смотрите Как мир меняется Это здорово Так вот Я Наверное Был Очень Нехорошим В этот момент Выкидывал Каталоги В форточку Говорил Что это Секта Что тебя Занербовали И что Никто Это Покупать Не будет Все То есть Ну да Многие Многие Эту ситуацию Узнают Да Ну вот Как-то Супруга У меня В этом плане Обладает Природной Хитростью Поэтому Она брала Учебник По фармакологии Туда Внутрь Ложила Каталог Арифлейм Я там Сижу Своё Читаю У меня Было Врачебное Будущее Мы там Я Огромные Планы Были на эту Тему Я говорю Ты учишь? Учу Учу В атласе В фармакологическом Лежит Каталог Арифлейм Какое Первое Моё Было Движение Навстречу Арифлейм В какой момент Как вы думаете? Когда появились деньги Причём Ребят Небольшие Честно вам скажу Ира пришла С каталогом Говорит Пойду По общаке Покажу каталог Я говорю Дай глянуть Я беру каталог Раньше Цены в каталоге Были в УЕ Кто-то Кто-то помнит Кто-то кивает И они были Они были Правда Большие То есть За средняя зарплата Допустим Врача Было Две Семьсот Там Пудра В Джордане Стоила Там Двести Пятьдесят Триста Рублей Мыло Сто Рублей Да Ну то есть И посчитайте Примерно На среднюю зарплату Это зарабатывающий Человек А мы В общаге То есть Соответственно Это студенты Во-первых Во-вторых Студенты Которые Не местные В-третьих Это студенты У которых Нет денег Снять квартиру То есть Это Самое Плохое Место Где Попробовать Походить С каталогом Я говорю У тебя Не получится Ну то есть Я помогал Как мог Ира Собирается Она собирается Что-то там красится Пиджачок одевает Я говорю Это никто брать не будет То есть Ну я Мотивирую ее Она ушла Я сижу Думаю Я был уверен На сто процентов Что никто Ничего не купит Нету Полчаса Час Нету Я уже сижу Напротив двери На стуле Так у нас Там комнатка Небольшая была Собственно Посередине комнаты И жду Когда она придет Она заходит С деньгами Я говорю Что за деньги Тихо Тихо Я говорю Погоди А что за деньги Тихо Тихо И начинает Читать Так это сюда Это за заказ И получается Две кучки Первая кучка Которую нужно Отдать за заказ Вторая Это немедленная Прибыль И вот в этой Второй кучке Оказывается 450 рублей Заработанные За полтора часа Соответственно Соответственно У меня Склад ума Не математический Но даже я Смог посчитать Что если каждый вечер Зарабатывается Полтора часа 450 рублей Это Эта афера Уже выгодная Получается С этим Арифлеймом И поэтому В принципе Я согласился Что Ну ладно Пускай Ну да Это отдельная История Обещал Прочайник Рассказать Ну ладно Сейчас расскажу Ну это Это было Немного За пару дней До этого Когда мы Когда мы Только начали Искать Арифлейм У нас были Несколько Знакомых Которые Немного Похвастались Что они В Арифлейм Заработали Я так Понимаю Сейчас С величины Нашего Сейчас Опыта Я так Понимаю Это они Нас так Рекрутировали Они Рассказали Одна Подружка Рассказала Как она На заказах Хорошо Заработала Вторая Через Буквально Через неделю Ира Рассказала Что она Купила Какую-то Подвеску Золотую Еще Что-то Еще Какую-то Тоже Они Нас Так Скорее Всего Рекрутировали И они Вроде Как Зарекрутировали Ира Пришла Домой Говорит Господи Да как бы Мне В этот Арифлейм Попасть То есть Понимаете Люди Просто Не Сделали Предложение У меня Там В конце Нашего Второй Части Будет Об этом Блог Основная Часть Людей Ведомые Вы должны Это понимать Основная Часть Людей Огромная Часть Людей Ведомые Им Нужно Просто Говорить Что Делать И вот Если бы Нам Сказали Подпишись Но Нам Этого Не Сказали И мы Начали Искать Мы Начали Искать Где же Нам Как бы Нам Подписаться В Арифлейм Начали У всех Спрашивать И Одна Наша Одногруппница Ирина Она Сказала Слушай Вроде Ко Мне Тут Кто-то Недавно Приставал И А Полгода Назад Приставал Ко Трамвая С этим Эрифлеймом Вроде Визитку Дал Мы Пришли К ней В комнату Она В другой Общежитии Жила Начали Трясти Какие-то Учебники И Вывалилась Визиточка Эрифлейм О Не Выкинула Собственно Вот Как-то Так Это Все И Произошло Когда Мы Пришли На Презентацию Женщина Которая Нам Рассказывала Я Не Говорю Что Она Плохая Или Что Она Как-то Может Быть Не Интеллектуальная Нет Просто Ее Так Научили И Она Нам Также Рассказала У нас Презентация Эрифлейм Была Очень Простая Она Вы Регистрируете Да Давайте Судитесь Заходит Ванну Берет Такой Тазик Большой Как Вы Думаете Зачем Нет Нет Что там Дальше Попки Ручки Ножки Были Нет Она Складывает Туда Всю Косметику Из Ванны И Выносит Нам Зал Ставит Перед Нами На Стол И Начинает Рассказывать Это Вот Это Это Вот Это Это Вот Это Это Все Есть В Я Я Был Настроен Жестко Негативно Вспоминаем Да То есть Это Самое Начало Подождите Нам Надо Посовещаться Я Говорю Ира Если Дело Дойдет До Паспорта Я Что-то Не Помню Какой-то Там Знак Придумал Типа Я Тебе Там Восемь Раз Подмигиваю И Мы Уходим Хотя В принципе Вот Я Сейчас Да Я Сейчас Смеюсь Над собой Что Можно Забрать У Человека У Которого Ничего Нет О Чем Я Мог В тот Момент Переживать Ну Хорошо Сейчас У Нас Есть Какие-то Квартиры Машины Там Инвестиции А Тогда У Ничего О Чем Я Мог Переживать Что Забрать У Нищего Кредит Оформить Да Не Дадут Соответственно У нас Не Было Денег Чтобы Зарегистрироваться Мы Послушали Это Все Сказали Хорошо Сейчас Мы Подумаем Вышли Начали Думать Отмотаем Еще Неделю Назад У Иры Был День Рождения И мы Купили Ей На День Рождения В То Время Офигенно Крутой Девайс Чайник Без Провода Помните Да Что Это Было Круто Что Все Были На Плите Либо С Проводом А Тут Его Можно Было Взять И Наливать Вот Он Стоил Что-то 250 Рублей По-моему И он Что-то У нас Начал Немножко Косячить И мы Сидим И говорим Слушай А давай Сдадим Чайник В магазин Заберем Деньги На эти Деньги Зарегистрируемся Давай Мы Так И сделали Мы Сдали Чайник У нас Так Сказать В профите 250 Рублей 150 Рублей На Регистрацию И на 100 Рублей 10 Пропников По 10 Рублей Мы Купили И Получилась Первая Прибыль 150 Рублей Вот так Начинался Наш Бизнес Вот так Начинался Наш Бизнес И Еще раз Говорю Это Не означает Что мы Дурачки Полгода Работали С каталогом Ведь Многие Из вас Своих Партнеров Которые Так Делают Именно Таким Эпитетом И Называют Ведь Мы Ждем Что Человек Придет И Начнет Рекрутировать Как Бешеный Просто В день По 50 Человек А Он Берет Каталог И Идет Начинает С ним Ходить Да Еще Месяц Два Мы Ходили Полгода Почему Не было Правильной Информации А теперь Задумайтесь Какой Вы Спонсор А у Всех Ли Ваших Есть Правильная Информация У Нас Просто Не Было Правильной Информации Пока Мы Не Познакомились Вот С Этим Человеком Вот С Этим Супер Активистом С Этим Энтузиастом С Этим Человеком Из которого Энергия Хлещет Со всех С С Торон Это Наш Спонсор Светлана Кветная Она В то Время Как Раз В нашей Группе Занималась Доставкой Продукции Работала СПО Мы приходили за заказами. У нас сначала был первый спол в городе Рубцовске, где мы на летних каникулах были. Там был мой одногруппник из училища. Мы когда к нему пришли, наверное, он первое зерно зародил до рекрутирования. Мы когда к нему пришли, он вышел с сотовым телефоном. Я так понимаю, у него это был инструмент рекрутирования. Тогда сотовых вообще, ну, 10 на город было. И он вышел, знаете, такой огромный был сотовый телефон, как кирпич. И спросил, а вы что не подписываете никого? Мы не поняли. В смысле, кого? Он говорит, ну, клиентов. Мы такие, ну, будем подписывать. Ну, знаете, как это? И тебя вылечат. Он нам выдал заказ. Я вот как сейчас помню, вы знаете, как мы вышли и как мы дико над ним смеялись. Вот, вот дебил. Кто его взял в Арифлэйм директором? Еще и такие деньги платят, что у него сотик есть. Он предлагает нам подписывать клиентов. Мы, значит, их пока находили. Они нам сейчас дают прибыль, а он предлагает их подписать, чтобы они сами без нас брали. Поржали от души, пошли дальше. Но 1 сентября у нас начался учебный год, и мы приехали в офис другой, в Барнауле. А там Светлана. И какой-то вокруг нее кипиш постоянно. Какие-то люди, какие-то... Какое-то движение идет. И вот тогда она спросила, ребята, вы что, маркетинг-план компании не знаете? Мы сказали, маркетинг что? Хорошо, садитесь, я вам быстренько расскажу. Хотя мы там где-то далеко. И она нам в течение часа проводит правильную презентацию. Вы знаете, люди рассказывают, как до них дошло про Арифлэйм. До кого-то там за сутки, до кого-то за неделю, до кого-то за год, до кого-то не дошло вообще. Вы знаете, у нас это произошло в секунду. Когда она закончила презентацию, мы повернулись сырой, друг на друга посмотрели, просто с открытыми ртами. И сказали, надо что-то делать. Надо что-то делать. Вы знаете, взяли всю литературу, которая у нее была, за ночь ее прочитали просто. И вы знаете, и картинка сложилась. Вот в тот день и до сих пор эта картинка держится. Мы поняли смысл этого бизнеса и увидели, сколько здесь можно заработать. Понимаете? Поэтому думайте, что вы рассказываете своим людям. И дальше у нас была первая презентация. Света сказала, Света, это знаете, это такой моторчик в одном месте. Просто. Она просто вот, ну, суперэнергайзер. Но иногда она настолько много дел берет, что забывает про те, которые я взяла, берет следующие, третьи. Она сказала, собирайте завтра людей, собирайте завтра людей, я приду и все расскажу. Мы в шоке просто вот от этих возможностей. Собираем народ. Вот 14 человек мы пригласили на нашу первую встречу. Вообще, вот там положили какие-то журналы красивенько, вот так, веером на столе. Какие-то там, то, что она нам дала. Подготовили обоину, взяли обои, отрезали и повесили на стену. Вот. Маркер. На 7 часов назначили встречу. 7 часов, Света нет. 14 человек сидят. Мы сидим таки, знаете, друг на друга смотрим. Позвали о деле поговорить. Все сидят, ждут, какое дело. 7.05 нету. 7.10 нету. Ира говорит, сходи, Свети позвони. Я спускаюсь на вахту. Телефон только на вахте. Городской. Звоню ей на городской. И слышу там ее, алло. У меня ноги подкосились просто. То есть, понимаете, это не сотовый. Это не может быть, что она подходит. Это городской. Это означает, что она там взяла трубку. Я говорю, а как бы у нас встреча. Я не помню, что-то там. То ли приболело, то ли еще что-то. Ну, собственно, я вернулся и говорю, Ира, а Света не приедет. Ира в этот момент сделала очень правильный поступок. Собственно, как она всегда делает. Говорит, рассказывай сам. Дальше я вышел туда, перед четырнадцатыми человеками. Встал. Я слышал один раз. Помните, да? То есть, я только один раз слышал от Света. Встал. Вдохнул. Дальше я ничего не помню. Дальше хоп и снова помню в конце. Что рассказывал? Не помню абсолютно. Абсолютно. Что-то рассказывал. Собственно, одиннадцать человек зарегистрировалось. Из четырнадцати. Таких результативных презентаций у меня не было даже на бриллиантовом директоре. Хотя я сейчас могу, знаете, во сне левой пяткой презентацию нарисовать, и всем будет интересно. И дальше закрутился бизнес наш. Света нам дала определенное понимание. Света нам дала определенное понимание, знаете как, готовности рекрутировать всегда. В любых условиях, какими бы нелепыми они вам не казались. То есть, вот этот вот, знаете как, она нам завела вот эту пружинку, которая разжималась сразу же при виде объекта рекрутирования. Объектом рекрутирования были все. Лишь бы живые просто. Вот дышишь, все, я тебя рекрутирую. Вы знаете, я даже вам такой пример расскажу. Вы сразу в принципе, вы сразу в принципе поймете, как мы рекрутировали в начале. Через неделю после нашей регистрации, Света залетает вот с такими глазами. Ну это всегда, так начиналось у нас с ней общение. Она залетала с такими глазами и сказала, полежаевы приехали, все едем в Новосибирск. Я не знал, кто такие полежаевы. Я не знал, зачем они приехали. Я не знал, зачем нам ехать в Новосибирск. Но вот когда к вам с такими глазами залетают, отказать невозможно. Мы собираемся, едем в Новосибирск. Где будем жить? У спонсоров будем жить. Мы приезжаем к Роме, к Рафту. Он нам начинает проводить какие-то школы, рассказывать. И тут примерно, ну мы там что-то, рюнку чая налили. И тут примерно к двум часам разговор ночи, разговор заходит о проведении презентации. И Рома начинает говорить, вот надо вот так презентацию проводить, надо вот так. Он говорит, эх, кому-нибудь бы сейчас провести. Жалко, что поздно. Света говорит, о, кстати. А говорит, сегодня я с вокзала шла, и два парня ко мне подкатывали. Типа, девушка, а можно с вами познакомиться? Давайте, говорит, телефончик свой. А я, говорит, им говорю, давайте лучше вы свой. У меня, говорит, телефон есть, давайте им презентацию проведем. Ребят, это не абсолютно реальная история. Вот у нас с этого бизнес начался, понимаете. Нам поэтому дальше уже ничего страшного не было. Мы сидим, не поймем. То есть, как бы мы неделю назад в бизнесе. Света говорит, давай, давай, сейчас я им позвоню. Алло, а помните, мы с вами на вокзале познакомились? А давайте увидимся? Парни, давайте. Парни реально радостные. А Света говорит, а можно я не одна приду? Конечно. Конечно, не одна приходи. Все, она, значит, спрашивает адрес. Она не уточняет, с кем будет не одна. Мы садимся, у Ромы тогда колдина была, Дойота. Мы садимся в машину, едем, к полтретьему приезжаем к этим парням. Пятером. Света, Ира, Рома, я и Алексей еще тогда с нами был. Но, когда дверь открылась, девочки стояли сзади. А впереди стоял Рома, я и еще рядом Алексей. Пацаны открывают, а у них там шампанское, торты, там презервативы. То есть они стоят. Тут выходит Света сзади и говорит, а можно мы на вас потренируемся? До слов. Парни немного не поняли, но отказывать испугались. Все. Все. Соответственно, мы голодные студенты. В сетевой компании или в какой-то, допустим, смежной индустрии. Я когда прихожу к вам, допустим, как к спонсору, вам нужно переделать сначала меня. А когда человек приходит никакой, его переделывать не надо. Я вот таких больше всего люблю, если честно. Которые вот вообще не какака, как говорится. Просто вот чистый лист, а ты на нем пишешь. Это самый-самый кайф. Вот мы тогда были чистый лист. И нам показали, как это делается. И мы, собственно, поняли, а ну, то есть в пол третьего позвонить, поехать презентацию провести, это норма. И, в принципе, для нас, для нашей команды, для всей это стало нормой. Давайте следующий слайд. Это наш следующий спонсор, Крафт Роман. Я думаю, кто-то из вас с ним знаком даже. Когда мы первый раз с ним увиделись, сказали, слушайте, там вот сейчас мужик будет рассказывать про то, как в Арифлэйм большие деньги зарабатывать. Ну, то есть Света нам уже рассказала, но мне хотелось, конечно, на этого мужика в Арифлэйм посмотреть. Ну, то есть я думал, ну какой мужик в Арифлэйм будет? Ну, какой? Ну, такой весь из себя. Никакой, да? В галстуке из цвета Фуксии. Обязательно, обязательно, обязательно френч, что там, весь приятно пахнет, да? Ну, такого крутого мужика ожидал в Арифлэйм. Заходим, сидит Рома. Приехал из Новосибирска к нам в Барноул на мотоцикле. Соответственно, просто весь черный. В косухе, сзади косичка, в кожаных штанах. Рядом стоит байк. И начинает рассказывать про Арифлэйм. Стереотипы ломаются сразу. Не хватает ему только еще бороды такой. Но борода сейчас модная стала, тогда не было. И начинает рассказывать про Арифлэйм. Наверное, это тоже был очень важный момент в нашей истории Арифлэймовской. Потому что с появлением Ромы в нашей команде появилось очень много мужчин. Их и сейчас много. Очень много мужчин, потому что его презентация, это полутора, иногда двухчасовой разговор про Арифлэйм. В течение которых мы ни слова не говорим о продукте. И вот это, конечно, подкупало. Потому что разговор шел только о бизнес-системе. Даже не о бизнесе, а о бизнес-системе. И это, конечно, подкупало. И это сгенерировало в нашей команде огромное количество мужчин. У нас, ну это еще давно тоже было, огромное какое-то мероприятие в Барнауле. Девочки готовятся. Мы, естественно, портим дисциплину. И сказали, идите, короче, отсюда, пацаны, идите, не мешайте. И мы стоим перед мероприятием, перед входом. Около 15-20 парней. Шумно. Как мы на балконе сидим? Ну так. Давайте не будем про это вспоминать. Но тоже довольно шумно стоим. И идут девушки, ищут, значит, мероприятие. А мы видим, что ищут сюда. Мы говорим, вы в Арифлейм? Те, да, мы в Арифлейм. И от нас, идите сюда. Не, мы в Арифлейм. То есть они даже не ассоциируют вот это вот 20 пацанов, стоящих перед входом, с бизнесом Арифлейм. И следующий наш учитель, это уже наставник, это Кипис Ольга. У нас на каждом уровне был свой учитель. И Ольге огромное спасибо за то, наверное, глобальное видение, которое она нам дала. Она по образованию педагог. И, собственно, наверное, поэтому у нее так хорошо получилось нас научить. Вы знаете, здесь не всегда у людей возникает видение чего-то большого и глобального. Иногда люди смотрят на этот бизнес как на подработку. Как на что-то маленькое, на какое-то развлечение. Вот когда мы познакомились с Ольгой, это сразу же прошло. Хотя, в принципе, при нашем первом знакомстве она была золотым директором. Это потом уже были квалификации большие, огромные, да, там, до исполнительного директора. А когда мы познакомились, она была золотым директором. Мы приехали в Новосибирск к ней. Ну, золотой директор тогда, это вообще просто что-то было с чем-то. И мы когда зашли к ней, она сказала, ребята, вы, а мы смотрим, вроде как все обычно, обычный человек сидит. Она говорит, вы не ищите на мне бриллиантов. Я обычный человек, вы слушаете меня. Начала рассказывать. Поэтому вот такие вот спонсоры, которые сформировали нас здесь как лидеров на нашем старте. Давайте нашим спонсорам поаплодим. И вот это вот, и вот это спонсорская линия, и наше желание обучаться и учиться всегда. Всегда абсолютно. Ребят, сейчас такой бизнес, сейчас такой бизнес, сейчас даже нет, да не бизнес. Сейчас такое время. Будучи одинаковыми, вы неинтересны становитесь для людей. Запомните это. Поэтому вот, вот эта вот тема, которая может быть раньше работала, пришел, нахватался навыков и косишь этими навыками, сейчас она не работает. Сейчас вам каждый день нужно быть чуть грамотнее, чуть, я не знаю, чуть больше навыков иметь, чуть больше мыслей, чем вчера у вас должно быть. Поэтому вот эта вот тяга постоянно учиться, и наши спонсоры сформировали у нас вот такое вот здание института развития лидерства. На чем оно базируется? На чем оно базируется? У нас есть фундамент. Фундамент нашего здания, нашего института лидерства. Фундамент это правильная презентация. Мы чуть ниже об этом тоже поговорим. Но вы должны понимать, что без правильной презентации ничего происходить не будет. Смотрите. У вас есть... Давайте так. Зачем нам нужна правильная презентация? Зачем? Для чего это... Почему это настолько важно? Представьте, давайте так. Так вот. Представьте в голове белую собаку. Все представьте. Белую собаку. Белую собаку, белую собаку. Так, давайте вот. У тебя какая получилась? Йокширский терьер. Терьер получился. Мелкий, да? Да. Такой, весь такой белый лохматый, да? Ага. А у тебя? Пудель. Пудель. А у тебя? Терьер. Тоже терьер? Я по роду не знаю, но большая. Белая, лохматая такая, добрая, да? И большая. Смотрите. Всего лишь четыре человека. И у нас получился и пудель, у нас получился и терьер, еще и белая, большая, лохматая, слюнявая, да? При слове белая собака. Одинаково. Я же попросил одинаково представить. Так вот, когда я вам говорю, представьте ваши ассоциации со словом Арифлейм, у каждого разные. Какие ассоциации у вас при слове Арифлейм? Давайте по одной ассоциации. Хорошая жизнь. Тоже. Будущее. Возвите наследие детям. Смотрите. Это слово Арифлейм. Когда я представляю ассоциации со словом Арифлейм, у меня очень похожие. Это перспективы. Это огромная команда. Это квартира, которую мы сейчас имеем. Это та новая Вольва, которую нам подарили. Это, я могу по пунктам закипать, международные путешествия. Вот такие вот семинары. Это же тоже определенный важный сегмент нашей жизни. То есть у меня в голове при слове Арифлейм все очень достойно. Все очень высоко и все очень гордо. А человек, который пришел первый раз и не слышал еще вообще ничего, что у него в голове при слове Арифлейм? Коталог. Косметика. Распродажа. Распространяйте. Распространяйте. Ох, какое слово страшное. Распространяйте. Понимаете? Совершенно другая тема. Так вот, пока что технологий, чтобы информацию брать вот отсюда и передавать ему в голову, не придумали. Технологий пока не придумали. Поэтому ваша презентация – это единственный проводник из вашей головы в его, чтобы передать вот эти ассоциации ваши, правильные, этому человеку. И больше шансов не будет. И больше шансов не будет. Кто же держит-то всю команду? Что же держит? Мотивация? Давайте так. Кто же? Кто же держит всю команду? Спонсор? Да вы что? Мы бы с ума сошли. Всю команду держать? Лидеры. Кто сказал лидеры? Поднимите. Вот молодец. И ты молодец тоже. Лидеры. Это лидеры нашей команды. Ребят, команда… Смотрите. Чем больше у вас планов в Арифлейн, тем меньше шансов справиться с этими планами самостоятельно. Если у вас план выйти на 12, без проблем. Это нормально. Это сами сможете. Если у вас план сделать директора, ну не без проблем, но тоже можно. Если у вас планы дальнейшие, бриллиант, исполнительный, президент, не получится. Понимаете? Поэтому стены, которые держат это здание, это наши лидеры. Крыша. Крыша, крыша, крыша. Не, не, крыша не спонсор. Вы знаете… Давайте так. Команда. И это мы можем двояко описать. Команда, как просто все люди в команде. Но и с другой стороны, команда, как… Ну, да. То есть это вот такое двойное понятие. Окна. Окна – это наше видение. Ребят, еще раз повторюсь, нахвататься навыков в первый месяц работы и попытаться выехать на них на большую квалификацию не получится. Вы должны всегда видеть, что происходит в мире, что происходит в бизнесе, какова конъюнктура рынка. Понимаете? Это видение. Методы меняются. Вы же заметили. Понимаете? Когда-то было такое, как рассылка писем в сетевом бизнесе. Слышали про такое? Читали, может быть, в книгах. Вот представляете сейчас это? Если бы ваши окна в вашем бизнесе были закрыты. Сейчас это представьте. Вы закрыли окна, когда-то эту получили методику, решили, так, ну что ж, надо мне порекрутировать. Так, приходите на почту, 800 конвертов, так, и начинаете писать. Ну, все, не работает. Откройте свои окна, посмотрите, все поменялось. Пришли онлайн-коммуникации. Здравствуйте, пишут мне недавно. Научите работать в онлайн. Скайп, ну, без проблем, давайте по Скайпу. У меня нет Скайпа. Ага, без проблем. Ну, давайте по Ватсапу. У меня Ватсапа тоже нет. Ё-моё, ну, давайте созвонимся. Я не могу телефон брать, у меня маленький ребенок. А как вы собрались в онлайне работать, если вы даже со мной созвониться не можете? Первый раз. Понимаете? Поэтому вот закрыто окна. Нет Ватсапа, нет Скайпа, телефон не могу взять. Расскажите мне, как в онлайн разбогатеть. И двери. Что ж такое двери? Ну, тут точно угадаете. Двери. Рекрутирование. Рекрутирование, конечно, друзья мои. Каждый день в ваш институт должны заходить люди. Рекрутирование, новые люди, это новая кровь для нашего бизнеса. Это как кислород. Это как дыхание. Понимаете, везде, во всех больших организациях есть отдел кадров. Понимаете, да? Это не значит, что организация плохая или хорошая. Люди уходят и приходят везде. Точно так же и у нас. Люди уходят по своим причинам. И если мы не будем пополнять, то ничего не сдвинется в лучшую сторону. Собственно, вспоминаем задачку по физике. Есть бак с водой. У него втекает вода, да? Снизу есть кранчик. Из него она вытекает. Что нужно, чтобы бак наполнился? Да просто входить должно воды больше, чем выходить. Поэтому мы с вами можем повлиять, конечно же, и на отверстия снизу бака. Перекрыть. Перекрыть не получится. Но хотя бы сузить. И мы можем повлиять на количество втекаемой воды. Поэтому вот по этим принципам вы можете выстроить свой бизнес. И, наверное, вот сейчас, вот в этом блоке, вы увидите, как, знаете, как я вам показал бумажный вариант, так сказать, идеальный вариант. А вот сейчас вы увидите, как это было у нас на самом деле. Вы можете сказать, а, ну бумага-то стерпит, можно хоть что нарисовать. Поэтому еще раз аплодисменты Ирине. И наше реальное становление. По времени мне бы подсказали, как у нас. В три перерыв. В 13 секунды. В 15 секунды. У нас два больших блока еще. Пять. Давайте побыстрее. Давайте я начну. Так, давайте дальше. Первый этап. Первый этап. Мы первые три года работали, ну, как и всегда, собственно, в эти годы особенно работали очень много. Мы пробовали все методы рекрутинга, все, которые можно было. То есть теплый рынок, активные контакты, промостойки, мероприятия, соцопросы. Вот все. То есть здесь цена была нашей жизни настолько высока, да, нашей комфортной, счастливой жизни, что пробовали все абсолютно. Тогда, вот здесь вот показано мастер-класс. Мы собирали вот такое количество людей, то есть в актовом зале школы. С 9% у нас был свой офис. Мы там, где с коляской вокруг школы гуляли, там же договорились в актовом зале, что в субботу и воскресенье у нас будут мероприятия и обучения. То есть мы на 9% купили магнитофон за 2,5 тысячи и директора школы, и арендовали вот такой первый офис. То есть ответственность была сразу на нас, потому что мы повели за собой людей, они на нас смотрят, чего-то ждут. И это сильно побуждает к тому, что начать что-то делать, даже когда ты вообще не знаешь, что делать. Думаю, сейчас мы все сделаем. Мы там походу придумаем, что еще делать. Вот. Делали все, что видели, информация передавалась из уст в уста. Тогда Ютуба не было, ну компьютера, если у нас не было до директора, ни Ютуба не было, ни социальной. То есть информации настолько было мало, что мы выжимали там, просто высасывались. Каким образом? Причала Ольга Кибис, рассказывала, мы записывали каждую фразу. Она ложилась спать, я брала ее тетрадку, где она записывала слова своего спонсора, и ночью ее переписывала. То есть, понимаете, тогда усилий было много, но это как вот ехать на телеге до Москвы. Сейчас, конечно, представить, сейчас мы на самолете летим, да? Но тогда, тем не менее, тоже это можно было делать, это был интересный этап. Мы ценили информацию, мы ее обрабатывали и внедряли. Делали все. Но делали все очень хаотично. То есть, несмотря на свою мотивированность, у нас было так. То есть, сегодня там узнали про мероприятие, побежали мероприятие делать. Завтра что будем делать? Давайте будем делать там соцопросы. Соцопросы, побежали на соцопросы. То есть, у нас вот так болтало, туда-сюда, туда-сюда. Мы не знали, что будет завтра, мы просто... Это был обычный хаос. В этом хаосе даже при высокой работоспособности, как потом оказалось, что максимум, что мы можем вырастить, это трех лидеров. Мы вырастили три директорские группы, мы по уши были завязаны в этих группах. И когда мы встретили человека, мы три года занимались с этими группами, потому что мы их вообще не могли отпустить, и вся инициатива, то есть, все равно была, ну, нами. Это были золотые директора. Мы рады, что мы выделили тогда это время, мы получили этот опыт, мы получили команду. Эти группы выходят сейчас в первый день каталога. Те группы, с которыми мы тогда работали. То есть, они проработаны качественно. Но, тем не менее, у нас не было, я искала три года, я искала, мне нужно было понять, как стать бриллиантом, у меня не было картинки. Вот, ну, я не понимала. То есть, работать больше. Когда мне сказали, сделайте запад бриллианта, Наташа грешает. Я говорю, Наташа, мы шесть лет херачим, мы просто сдохнем, мы не сможем. Это нереально. Как мы возьмем, потянем столько людей, их больше, у них вопросы. И мы везде где-то что-то должны быть. Я не понимала. Я задавала вопросы, мне нужно было как-то увидеть эту систему в целом. И тогда нас не устраивало. Не устраивало то, что так как мы работать, немногие готовы были. Так как ждать результаты, не больше кидать дальше, но это тоже не каждому человеку, не каждый к этому был готов. Мы точно не могли сказать, когда конкретно ты сможешь заработать такую сумму, что для этого делать надо. Мы не могли это сформулировать. То есть мы просто говорили, работай. У нас была такая пословица от спонсоров. Кто работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, успех приходит совершенно неожиданно. Вот мы вот так вот и фигачили. Совершенно неожиданно. В 24 года мы были золотыми директорами. У нас в принципе было неплохо, все хорошо. Мы начали путешествовать. Интересный был момент в том, что когда мы начинали, нам был 21 год, и мы должны были разговаривать со взрослыми тетеньками и дяденьками. И мы приходили, нам говорили, куда вы со своим детским садом вообще приперлись. Вы чуть-чуть уже не понимаете. Но вот, вы знаете, кто-то говорит про сложности. Вы знаете, сложности было только в тот момент, когда нам не деслили информацию. Когда нам было понятно, зачем это надо, то сложности не было. Идти и делать тебя никто не остановит рекрутировать, тебя никто не остановит что-то делать. То есть мы шли и делали, и получали. И вот на втором этапе мы встретили человек в 2006 году у нас пришел руководитель филиала. И вот этот мандин Наталья Гришаева, это финансист, это человек с аналитическим складом ума. И она тогда, все говорили, да, лжеб, вы такие молодые, такие крутые, и мы такие радостные ходили. Мы были довольны той ситуацией, которая есть. В принципе, нас она устраивала. То есть мы уже купили квартиру, в принципе, мы путешествовали, уже что-то могли позволить ребенку. И, наверное, нас никто никогда не сравнивал, мы не сравнили, мы сейчас продолжали сравнивать свою ситуацию с той общагой. На фоне ее мы были хорошо смотрелись. А тут мы встречаемся с Гришаевым, Гришаевым говорит, «А вы кто?» Мы говорим, «Золотые директора». Ну, тогда не было квалификации «Золотой». Она говорит, «О, я с вами даже общаться не буду». Ну, в смысле. А я только работаю, скоро в дня с Афиром, начинаю разговаривать, ну, на бриллианте могу там поплотнее. «Вы с нами не будете работать?» Она говорит, «Да, ну, что это за результат?» Это вообще не результат. Знаете, цепанула сильно. Просто цепанула. Я с вами даже разговаривать не буду. Она говорит, «Ну, делайте, напишите план за год на бриллианта. Я с вами еще поработаю». То есть она сделала нам вызов. Мы сами не планировали. Она просто сказала, «Сделайте за год бриллианта. Я буду с вами разговаривать». Меня зацепило. Я говорю, «А как?» Есть такая система. Компания Replay подготовилась к этому периоду и запустила в мире систему PRO. Она меняла бизнес-тренера из Гарварда, Кёрка Ректора, который интервьюировал 300 самых растущих лидеров мира и систематизировал этот опыт на базе этих интервью. Он обосновал, на каком уровне, что и сколько раз нужно делать. Делают конкретно успешные лидеры, которые растут в разных странах. И в тот момент, конечно, мы уже были готовы к действиям. — Отключите кондиционер. — Наверное, личностный этап должен перейти на системную работу. Мы понимали, что вот эту организацию мы уже управлять просто не можем. То есть она где-то ускользает от нас. Мы не можем однозначно сказать, что будет завтра, мы не можем спрогнозировать. И, конечно, в команде, когда нет новых уровней у тебя и у твоих людей, возникает такое-то болото. И, конечно, нас это волновало. Мы хотели сохранить свою лидерскую позицию в плане того, что наша команда должна быть успешной. Тогда мы назвались, тогда именно сформулировалось название нашей команды «Продвижение». Мы очень сильно хотели, чтобы наша команда была профессиональной. Команда профессионалов нас просто бесила. Дилетантское отношение к бизнесу. Мы понимали, что это профессия, это огромные деньги, этому нужно учиться, этим нужно уметь управлять. Менеджерскими навыками нас никто не учил. И компания «Ифлэм» передала этот опыт людям, которые пришли сюда без образования менеджмента. И мы начали что-то понимать. Понимать, как работает индустрия, понимать, как работает система, какие показатели есть в бизнес-параметрах. Это оказалось очень интересным. На это потратили на написание плана, на согласование со всеми уровнями. Мы потратили месяц только на подготовку к тому, чтобы запустить эту систему. Нас предупредили, что если вы будете запускать систему, у вас будут новые требования к людям. И вы будьте готовы потерять. Вы потеряете это точно. Но с кем вы пойдете дальше, вы пойдете уже так, как вы хотите идти. Вы знаете, у нас были... Мы начали проговаривать, что менеджер должен делать на своем уровне, что директор должен делать по отношению к нему, что царквировать директора золотой, что топ-лидер. Мы начали согласовать на каждом уровне. Новичок, менеджер, директор. То есть, либо ты это делаешь и входишь в ключевую команду, либо ты выходишь из команды. И были... С очень многим мы очень сильно сдружились, конечно же, и проживали это время. Но тогда у меня было такое решение. То есть, с вами или без вас я пойду. То есть, мы едем таки с Барселоны и говорим, ребята, такая система классная, сейчас мы... Представляете, нам пишут в ответ, ребята, съешьте лимон. Мы такие... То есть, мы поняли, что не примешь, я с другими пойду. Знаете, ни один не ушел. Знаете, как это? Начали разговаривать и говорили, ну, знаешь, ты хороший друг, но я сейчас набираю команду. У нас были соглашения, договоренности, что либо ты это делаешь, то есть, как друг, я с тобой встречаюсь, чай пью, но если, ну, как бизнес-партнер, у меня есть какие-то ожидания. Я сдала план в компанию на бриллианты, у меня есть план выхода. Если ты в него входишь, я с тобой работаю, не входишь, ну, может быть, когда-нибудь будем там чай пить, останется время свободы, мы с тобой пообщаемся. Вы знаете, до слез. Разговоры были такие... И люди сказали, нет, вы меня не списывайте, никуда я от вас не пойду, не отважитесь. Все вот ринулись. Давайте следующий слайд. И у нас что получилось? Мы в октябре 2000 года за 6 лет у нас в команде было 10 новых старших менеджеров. За последующие полгода внедрения в систему у нас за каждые 6 месяцев стали появляться по 10 новых старших менеджеров. Что изменилось? Изменилось, людям нужны инструкции. Куда нажать, что сделать. Вот мы говорим, если ты вот это сделаешь, план, то, что по про системе должен, функциональный... В системе ПРО есть очень четко прописаны функциональные уровни обязанностей. То есть вот ты со своим бешеным энтузиазмом сделай вот это. Если у тебя время останется еще на что-то другое, ну вот это ты должен сделать. Хорошо? Хорошо. На каждом уровне согласовали. Здесь, конечно, были моменты, когда при переходе на каждый функциональный уровень нужно было приобретать новые навыки. А люди не хотели. Люди хотели оставаться новичком, таким маленьким, я не умею, пусть спонсор делают. Мы говорим, не умеешь? Нам такой бизнес-партнер не нужен. Мы не сможем с тобой идти дальше. Почему? Потому что цель мы тогда очень четко в системе ПРО увидели. Наша цель создать автономно работающие группы. Нам не нужны группы, в которых мы вот так вот будем контролировать. Мы поняли очень четко, что мы работали, получали результат другим способом. Сейчас мы хотим создать все группы. Если человек не готов меняться, я лучше найду нового, но я создам такую организацию, которая позволит мне взять следующего, следующего и следующего. Если он сейчас не готов взять на себя ответственность, я что, с ним два года еще буду сидеть? Три года буду сидеть и ждать? Вот. Поэтому, знаете, получилось. Получилась забота открыть бриллианта. и в нашей команде по этой системе еще бриллианты стартовали. Мы стали говорить на одном языке, мы стали понимать друг друга. То есть, что, где мы начали анализировать, знаете, вот как врач получает анализ крови и видит, да, что вот здесь вот норма такая, это вот здесь нарушение, вот здесь так полечим, тут так полечим. Есть такой выход. То есть, мы, эта система позволила нам увидеть содержание нашего бизнеса через цифры. Вот. Я тоже человек, не дружу с цифрами. Но я сегодня вам дам много цифр, потому что они интересны в том, что когда это начинает получаться, это, ну, это круто. То есть, мы писали план на бриллианта, у нас было написано, когда выходит шестая группа, но группы этой, в принципе, еще не было. Но мы уже знали, когда она уже выйдет на 22. Это был очень прикольный эксперимент. Вот. Вы знаете, все сработало. Давайте дальше. Сделали бриллиантовую квалификацию. В принципе, неплохо так ситуация развивалась. Но мы по-прежнему были ограничены своим регионом, Алтайским краем. То есть, люди, чтобы услышать нас, то есть, спастя от нашей команды, они должны были к нам приехать на БМВ, на семинар, да, либо если мы начинали развивать регионы, то я могла приехать, вот кто пришел, 20-30 человек, с тем я поработала, кто не пришел, он информацию не услышал. Понимаете, то есть, шанса донести до каждого качественно, без искажения информацию, уже не получалось. Поэтому мы территориально были ограничены в масштабе нашей деятельности, понимаете. То есть, мы работали вот на нашем Алтайском крае, который на 14-м месте, на предпоследнем месте в России по уровню доходов, самый нищий сельскохозяйственный регион. Но люди у нас сильно, видимо, мотивированы, поэтому у нас, ну, кто-то говорит, Михалюк приехал, говорит, на этом у нас вода тут другая. Я не знаю, вода там у нас другая или что? Короче, у нас вот на самом деле лидеры очень мотивированы. И тут мы приезжаем на конференцию в Индию в 2009-м году и выходят индонезийки. Это инопланетяне. Мы, значит, опять же, пашем, они выходят и говорят, девочки, вот такой синенький, ниже меня, я за год бриллианта сделала, я за два золотого исполнительного сделала, мы сидим, я вообще не понимаю, что они делают. То есть мы не халявили. Видел, Сереж? Я просто вот на них смотрела, я не понимала, девочки, что это? Все, обсмотрели, что в них? Ну, за год бриллианта за два золотого исполнительного, то есть сестра стоит, такая же, такие же звания. Они говорят, мы онлайн работаем. Мы тогда еще, ну, у нас начинались вебинары, но мы тогда стали понимать, тогда награждались, они награждались Комсом, старший золотой из Белоруссии, у нее свой сайт был, Басюк начала с сайтом работать, то есть, ну, видно было, что люди выходят за пределы своего региона, и тогда мы приехали, и мы с Антоном, а у нас нету, что-то столько новых бриллиантов, и так быстро, мы с Антоном приехали, вот сильно, вот сильно зацепила, давай мы сейчас что-то будем делать, либо потом будет поздно, то есть просто, если мы сейчас не будем расти, так как растут вот эти, то завтра будут к ним люди идти, вы это понимаете? Что если сейчас вы позволите себе сидеть, чего-то ждать, люди пойдут туда, где растут, люди пойдут к тем, кто взял на себя ответственность, и что-то начал делать, и выводить ситуацию в рост. Вот, и мы добавили к своей системе продвижения собачку, вы знаете, весь день сидели, как назовем команду, весь день, яблоко там, откусанное, что бы кто-то там не придумывали, собрали 25 директоров, активно, мы сказали, кто хочет расти, собирать, кто не хочет, без проблем, вот кто хочет расти, собираемся в секретный клуб, только директоров возьмем, и Родионовы такие сидят в зале на 9% и Гарбина говорит, а можно мы возьмем, Ваня там что-то соображает, у нас только директора, у нас там секретный клуб, мы разрабатываем, мы не знаем, что еще получится, поэтому вот, и Родионовы мы говорим, ну ладно, можно, если в сентябре выйдете, за 3 месяца на 22, можно, берем, вот, ну, что получилось, вы увидели. Давайте дальше. Что получилось? Работали в Алтайском крае вот здесь, вот здесь. Идея была очень простая, все, что мы умеем, все, что мы знаем, мы ничего нового не придумывали, мы просто решили, все, что мы умеем, все, что мы знаем, сделать это доступным для человека в любом регионе. Пришла девочка из деревни в 400 домов, и она сегодня услышала золотых директоров, бриллиантовых директоров, ей ответили на вопросы. Я никуда не могла бы привести к этой девочке, даже самой замечательной, всю свою команду. Но когда мы организовали систему с директорами, когда у нас начало регулярная, постоянная система обучения доступна через интернет, то есть мы записали ролики, мы сделали сайт, мы систематизировали то, что мы знаем и умеем. Я до сих пор не говорю, что мы онлайн-проект. Вы знаете, я не хочу разделять. Я считаю, что профессионал сегодня это человек, который знает все фундаментальные базовые основы, он знает методы рекрутирования и умеет эффективно коммуницировать через современные технические средства связи. Это не значит, что если у тебя есть телефон, ты онлайн. Понимаете, это просто время, вот такое современное время, что это не значит, что ты онлайн-лидер. Ты профессионал сетевого бизнеса. Ты профессионал. Конечно, ты обязан иметь новые инструменты, но не потому, что я сейчас бегу в онлайн, а потому, что это просто как уровень сейчас бизнеса на таком уровне. Все, сейчас у нас собираются на запуске мы собираемся бриллиантовыми директорами. У нас и 750 мест комнаты обычно иногда мы ее до 1000 мест расширяем. Четыре раза в день вебинары проходят. Давайте следующую слайду. Более 200 спикеров. Принцип обучения у нас всегда такой. Выходит говорить только тот, кто растет. Может быть, он плохо умеет говорить, может быть, он коряво говорит и пока не научился, может быть, он волнуется, трясется, но он рекрутирует, значит, он имеет право говорить о чем? О рекрутинге. Если человек делает личный товарабан, он имеет право говорить о чем? О личного. Если он умеет сопровождать свою команду, у него много менеджеров, значит, он умеет право говорить. Понимаете о чем? То есть говорящие спикеры у нас только те, кто реально делится опытом. И, наверное, самое большое достижение сегодня это то, что наша команда умеет работать вместе. Вот эту огромную команду, конечно, умеет удержать вместе, в то же время у каждого есть своя какая-то система, методики, фишки, но мы все очень считаем, что очень дорогого стоит, когда сразу новичков учим. Ты делишься. Ты делишься, ты один свой дал метод, ты получил взамен 20. Понимаете? И каждый сделал все равно по-своему что-то внес. То есть мы понимаем, что принцип синергии в команде он очень сильно работает. Есть такое понятие у нас переопыляемся. Один что-то сказал, другой что-то сказал, раз, что-то третье сгенерировали. Поэтому очень-очень мы это бережем, конечно, в команде. И вот на сегодняшний день разве можно было в офисе столько собирать? В офисе раньше один раз в неделю была школа. Мы так работали 6 лет. Иногда мы думали, как люди будут собираться. На самом деле скорость времени сейчас настолько ускорилась и возможности позволяют человеку изучить и получить информацию актуальную, современную, тогда, когда ему удобно. Удобно он смотрит вебинар, неудобно вечером в записи смотрит. Есть каждый день БВО, есть каждый день встречи, возможности Арифлейн, рекрутинг, личный товароборот, лидерский, директорский вебинар, мышление директоров. И сейчас на самом деле любой человек может увидеть как работает. Сейчас, понимаете, раньше мы смотрели на топовых лидеров, для нас они были таким словом такой в паутине так, харизма, то есть что-то такое непонятное, что они там делают. Вот сейчас это очень четко понятно, как человек развивается, что он делает, что он говорит. То есть сейчас это на самом деле нет этого вот харизмы там какого-то, то есть умеешь, если есть внутренняя цель, ты к ней продолжаешь идти и действовать, ты нарабатываешь свой личный результат. И появляются у тебя навыки, появляется уверенность, все это будет. Нет никаких волшебных слов, просто люди берут и делают. Просто вы видите тысячу историй, когда люди берут и делают. Поэтому в эту эпоху, когда мы рассказали о морковке, это ужас, мы думали, полежать бы, нас вообще прибил бы за это морковку. Мы, знаете, у нас было понятие, мы плодить и жневенцев не будем. Не будем, не будем, и расти не будем, и плодить и жневенцев не будем. Но потом, знаете, мы собрали директоров и говорим, мы вам по секрету скажем, мы не знаем, что из этого получится. Давайте попробуем хоть что-то сделать, иначе, то есть, вот не должно быть, то есть, всегда должен быть рост. Чуть-чуть приостановились, давайте делать, давайте пробовать. Не бойтесь брать идеи, ну пусть вы даже сделаете эту какую-то идею, реализуете, но вы будете знать, что я пытался хоть что-то делать, чем я вообще не попробовала. Поэтому мы тоже волновались за какие-то новые идеи, но мы имели смелость все-таки это сделать, потому что мы обещали результат, мы обещали рост в команде, поэтому эти идеи где-то скорректировали по ходу. Что сегодня нужно? Если раньше нужны были деньги, связи, власть, сегодня у каждого из вас все есть. Наши ютуб-каналы все открыты. Сергей говорил, да, заходи, слушай, читай, записывай, учись, рассказывай, тренируйся. Сейчас нужен только, мы говорили, даже компьютер нужен, когда начинает, да сейчас даже телефон, просто смартфон нужен, и все. Можно делать, мы сейчас квалификацию делаем на телефоне. на телефоне. Скайп, ютуб, соцсеть, и, конечно же, идея. Правда, с этими инструментами можно изменить весь мир. Поэтому сейчас прогресс это те, дело, те, людей, которые, идеи есть, они не боятся осуществить их, они не боятся неудач. Просто иногда люди в себе немножко не уверены, иногда на большинстве ситуаций, люди, которые приходят в нашу команду, у них очень низкая самооценка. Это вот та проблема у девушек, у женщин, да, особенно, где мужья, низкая самооценка. И многие люди боятся что-то начинать в одиночку. И когда есть команда, которая говорит, я рядом, давайте следующий слайд. Вот. Давайте следующий слайд, вебинар, мне тут понятно. Следующий, давай. выходные у вас на скандинь не стали делать. Аудио, видео, текстовая коммуникация, аренды не надо, работать можно везде, делать записи, обучение. Вот сейчас я расскажу о том, как происходит становление вас в этой системе. Когда приходит человек один и говорит, я приглашаю к себе, я такой маленький, компания Reflame такая большая, да, он сам чувствует свою неуверенность и он очень робко делает эти шаги. Есть такой тренер в компании, он называется MySelf.pia. Я вам немножко там слайд от этой темы. Давайте будем. Знаете, да? В нашем бизнесе скромность украшает тех, кого больше нечем украсить. Когда-то нам спонсор сказала, что вам нужно делать? Хвастаться. Вот как бы вы, да, то есть вы там считаете, что нельзя, тогда хвастаться нужно. Люди любят истории, людям интересно, как это работает, людям интересно, как у других осуществляются эти результаты. Давайте посмотрим, как мы можем давать сообщения. Первые шаги новичка, конечно, идут сообщения. На начальном этапе можно пробовать разные шаблоны, но желательно все потом все равно приходят к тому, что пишут от себя. Все должно идти от вашей личности, не от кого-то. Вы не Алена Родионова, вы не Антон Долженко, вы не Сергей Гоглов. Вы сами себя должны услышать и понять, что вот почему вы пришли. Ну, мало ли, там Долженко пришли 50 лет назад, там это у них там все. Вот. А вот вы зачем пришли? Да, вы зачем пришли? Вы что хотите в жизни? Этим сообщением лучше делиться сразу своим. Почему вас зацепило? Почему вы пришли? Что вам сказали? О чем вы мечтаете? Давайте дальше. Но когда человек приходит, у него нет своего результата. Да, и начинают сразу, а сколько ты зарабатываешь? Вот. Что мы здесь, мы поняли, что мы сразу, новичок приходит под брендом команды, он продает результаты команды, а в нашей команде, вот там девочка вчера купила машину, все чаты облетела уже эта машина. Не важно, что она не в вашей, не в вашей структуре конкретно. В нашей команде купили машину. В нашей команде такие акты, в нашей команде вот то-то, в нашей команде такая-то история. То есть команда, конечно, она встречает, команда, она помогает, она обучает, она вдохновляет, она всегда рядом. Поэтому, конечно, сейчас для связи, поддержки, то есть наш онлайн-офис, это, конечно, офис сейчас, это наши чаты. Они структурированы, они дают поддержку, да, когда новичок приходит и видит много других людей. Когда за день новичковский чат присоединяются там 10-15 человек, один пишет, я из Тольятти, я там из Самары, я из Москвы, я там мама, я там пенсионер. Понимаете, то есть они заходят и видят, что другие люди приходят и видят, что у них есть мотивация, а сколько вас тут много, и мне так приятно, мне там ручкой помахали, да, то есть он, любому человеку важно начинать не в одиночку. Поэтому наша команда, это, конечно, вот бренд команды, да, команды, вот, продвижение, ну, вы видели, наверное, сообщения наших лидеров, они пишут, да, то есть нашей команде. Это, очень здорово, поэтому обозначить, какие цели, какие ценности вашей команды, очень берегите. Вот. Что на сегодняшний день у нас, ну, вот, я уж не знаю, это за прошлый каталог, наверное, сколько у нас процентников в структуре, лидерский корпус, вот я посчитала, с уровня 9%, порядка 10 тысяч лидеров. Вот, давайте дальше. Ну, видите, да, там 8 наших, можно еще, 514, 8 наших, 15%, 1361, 12, 2500, давайте дальше. Вот. Сколько конкретно премий получили? Мы посчитали, то есть у нас старший менеджер директора, старший директор, золотые директора, старший золотые директора, сапфировые бриллиантовые, старший бриллиантовые, дважды бриллиантовые, общее количество консультантов в команде более 70 тысяч человек. Когда-то мы приехали в Барном, мы не знали ни одного человека. Ни одного человека. Я ознакомилась через каталог, я ознакомилась через визитки, я ознакомилась через листовки, мы не знали ни одного человека. Давайте дальше. Общая сумма премии я посчитала только по премиям, без бонусов, мой автомобиль, без турбородка. У нас получилось, что 21 миллион 280 тысяч получили директорский корпус нашей команды. На последнем БМВ вручали чеки. Родионовым 528 тысяч, Долженко 795 тысяч, Гефнидер 547 тысяч. В чем это говорит? О том, что мы хотим не только говорить, мы хотим на деле помогать людям поднимать уровень жизни. нам не все равно просто хорошие слова, нам еще и результаты нужны. Зачем пришел? Все ли я сделала для тебя? И это очень сильно, атмосфера, вот эта атмосфера подъема, она очень сильно на всех влияет. Есть такой рецепт, хотите роста, простите, другого средства нет. Только рост. Начинается все с вас. Помните, я говорила про прос, ешьте лимон. Встали и пошли, начали делать. Получите первые результаты сами при будущем спросе. Товарообороты каждый год у нас увеличиваются. Я за первый квартал смотрела, у нас в баллах 2 миллиона баллов. 55 миллионов. Было 2014 рублей, если 97 миллионов, в 2015-м 207. Ну, поняли, да? Что это значит? Это не просто сумма товарооборота. Это значит, что минимум 10 процентов, сколько это? Миллионов 20, один миллион примерно, да? Это доходы лидеров команды за первый квартал. Это беспрямие, это доходы по объемной скидке. Идут по бонусам. Это очень здорово жить и понимать, что ты делаешь что-то хорошее в этой жизни. Давайте дальше. Как мы сформулировали то, что может дать команда? Команда 24 часа в сутки. Сегодня Алтайский край ложится, Сахалин встает в чате, всегда кто-то дежурит. Ежедневное обучение без абсолютно вложений. Вебинары у нас оплачивают директора, оплачивают вебинары, оплачивают записи. То есть все, новичок приходит, у него есть готовая система. Он в нее только поставляет своих новичков. Более 200 спикеров, авторский, директорский, говорила, скайпчаты, тематические дели. Это новички, лидеры, ключевая команда, продуктовые, wellness-чаты, сопровождение есть, и созвоны, планерки, перепыление партнеров, сайты делают, ну, золотых директоров, приятных, свои сайты для обучения. Ютуб-канал, командный, личный есть, да? Система развития командного бренда, то есть мы ведем через командный бренд, потом переходим на персональный бренд. То есть когда вы входите, продаете результаты команды, к вам приходят люди, и вы получаете свои результаты, и вы уже формируетесь как личный бренд. Вот таким образом я вижу становление личного бренда. И, конечно же, оффлайн-встречи, семинары, выездные и так далее. Это все остается. Что делает наш партнер? Наш партнер делает все для того, чтобы наша деятельность была официальной, легальной. Наш партнер работает над глобальным сайтом на нескольких языках. Наш партнер работает над тем, чтобы у нас была возможность международного спонсирования работы даже в других странах. Наш партнер заботит о системе логистики и доставки. Наш партнер Ари Флейм занимается патентами на современные косметические продукты, на велнос-продукты, на исследования, на привлечение профессионалов для того, чтобы продукт. Мы об этом даже не думаем. Представляете, то есть у нас есть собственный бизнес, в котором наша задача просто обучаться и обучать. Вот такой огромный класс делает компания Ари Флейм. Она делает очень выгодный прибыльный маркетинг-план. Она дает хороший премиальный зарос результатов, она дает программу «Мой автомобиль». Она занимается продукцией, инновацией, производством, маркетингом, рекламой, финансами, кредитами, хранением продукции, доставкой сотрудниками, каталогами, конкурентами, поставщиками, людьми в масках. Все разбирается. Представляете? Давайте нашему партнеру поаплодируем. Мы должны быть горды, конечно, тем, каким партнером и сотрудничаем. И когда вы начинаете о себе заявлять, не бойтесь сейчас людям, понимаете, квартиры, машины, вот эти все картинки, уже эти фразы все успешные, все замылилось, уже везде все это вот вот так уже тошнит всех от этого. Причем хочется услышать просто слова обычного человека. Как вы проснулись? Какое у вас настроение? Вы сегодня обучались? Что вы нового увидели и услышали об этом мире? Какую интересную историю узнали? Что вас вдохновляет? Почему вы активны? Почему вы будете активными? Вы станете успешными. В том, что вы сделали, запланировали какое-то действие, сделали шаг, вы успешны, вы это сделали, да? Вы богатый человек, то есть ваши доходы, динамика роста ваших доходов, она впечатляет на первом этапе не сумма, не сумма, а динамика. Сегодня тысяча, завтра три, потом пять, потом десять. Человек сидит и думает, блин, я так умная, но у меня что-то так, зарплата не растет. Понимаете? Так, как вы делаете. Вы счастливый человек. Понимаете? Вы счастливый человек. Вы рады, что вас окружают хорошие, позитивные люди. Вы счастливы в том, что вы дорожите отношениями, да? Вы живой человек. Вы чувствуете, вы расстраиваетесь, вы радуетесь. Покажите это. Вы не реклама. К вам придут люди и к вам придут удивительные люди. Вот сейчас нам, я жду очень знакомства в Москве с директорами, которых я еще ни разу не видела. Это наш первый уровень. Но мы настолько много друг от друга уже в это время знаем, но мы даже не виделись. Но они уже пришли, понимая, кому они пришли. Я работала, я видела по их ленте, по их мыслям, я видела, что они за люди. Поэтому к вам придут те люди, которые вам нужны, которые именно с вашими ценностями, с вашим резонансом идут. Вы не реклама. Если у вас это получится, то есть не, чтобы у вас равномерно была информация о вашей жизни. Да, кто-то не любит публиковать детей. Но вы мама. Другие мамы тоже сидят в депрессе и думают, что я сижу в четырех стенах, а вы общаетесь, а вы развиваетесь. Они тоже так хотят. Хочется вам или нет, но нужно показывать. Я уж вообще молчу не про ту картинку, которая Ари Флейн, картинка, и с нее что-то пишут. Ну кто пойдет? Кто пойдет? Понимаете? О вашей жизни, о ваших чувствах. И немножко, два-три поста, не про Ари Флейн, немножко про Ари Флейн. Немножко. Это не должно быть навязчиво. Тем более, про Ари Флейн, но в формате вашего личного восприятия. Тогда у вас будет бренд. Тогда он у вас нарабатывается, его не когда-то на каком-то уровне, он начинает сформироваться сейчас. Вот этот ваш голос должен сформироваться сейчас. Пусть он слабенький, пусть он не смелый пока, но поверьте мне, что в вашем городе могут найтись люди, которые скажут, я вот такая же хочу. Обычный человек. Да, Женка, вот эти наши суммы верят уже. Нам вообще страшно людям говорить. Верят. Вот обычный человек пришел, сделал, начал, что-то получалось. Не получалось, боролся. Поэтому ваша лента, она нарабатывается. Если вы каждый день наблюдаете за своими эмоциями, за своими успехами за этот день, что вы запланировали, что вы сделали, вы начинаете нарабатывать. Вы ведете как свой дневник успеха, но пройдет 3, 4, 5, 6 месяцев и человек, который зайдет на вашу страничку, он увидит вас. Он увидит, какие ценности у вас есть. Он увидит, что... Ну вот к нам так сейчас приходят люди, они знают про Арифлейм. Но приходят и говорят, я понимаю теперь, к кому я иду и с какими ценностями этот человек. Понимаете, я же не писала это в статусе. То есть я просто... Просто демонстрирую себя. То есть здесь нужно принять, что мы люди публичные. Вот нравится вам или нет, но часть нашей жизни, она хочешь или не хочешь, она будет публичной. Потому что это единственный способ пробудить человека, показать свою личную историю. Это бизнес истории, Сергей говорил, да? Понял? Запишите. Говорил? Говорил. Давайте дальше. Сейчас Антон расскажет о понимании бизнеса. И по времени сориентируйте. И я дальше уже... Час тридцать. Час тридцать. А нам до трех? Час точно есть. Час остался. Час остался, да? Антон, минут до пятнадцать расскажешь? У меня еще система, а потом еще мужчины варить. Жене шубу, мужу галстук. То есть, значит, ты сейчас час тут звезда. Стояла мне пятнадцать минут. Ладно, я попробую быстрее. Давайте следующий слайд. Ребят, смотрите. Знаете этот предмет? Так, почему-то он у меня красным был на ноутбуке. Но у вас в глазах он у всех красный. Все этот предмет знаете. Ребят, давайте так. Ну, понятно, что вы сильно контору полить не будете, если я спрошу, кто сейчас приглашает на сумки. Ну, давайте я спрошу, может быть, когда-то был у кого-то период, кто приглашал на акции. Кто? Кто этот герой? О, ребят, что-то сильно много. Либо вы все сильно смелые, либо сильно глупые. Простите. Друзья, у меня есть знакомые, которые говорят, увидели акцию в каталоге, говорят, а, так она, эта сумка, так она в магазине Арифлейт продается. В каком магазине Арифлейт? Да вот, у вас там, под боком, а там офис находится. Ну, там, не важно, какие фамилии, в смысле. Ну, у женщины, говорит, лежит там около 100 или 120 сумок. Цель ее бизнеса – сумки. Когда мы зовем человека на сумку, смотрите, люди, они, знаете как, они вас слушают, слышат, и вас копируют, по большому счету. И если вы когда звали, вот этот вот канал доверия, вот то, о чем я вам говорил, канал доверия к вам, вот он открывается ненадолго совершенно, и потом закрывается. То есть человек пришел на первую презентацию услышать от вас про бизнес, да, вот туда, куда вы звали, то, о чем мы с вами говорили, карьера, машины, квартиры, и, и вот, знаете, открыл вам голову совсем ненадолго. И вот что вы в этот момент положили, потом переложить не получится. поэтому, как вы понимаете этот бизнес, как вы рассказываете о нем на первой встрече, то люди и начинают делать. Если человек пришел в Арифлейм, а вы рассказали ему про сумку, но вы понимаете, что такое сумка? Это не сумка, это акции, морковки, какие-то, которые компания делает. Для кого компания их делает? Да в основном для уснушек, да? То есть, ну не для вас, не чтобы вы рекрутировали на эти сумки. В основном... Он продолжает это делать. Конечно, ей же надо будить спящих. И мы приходим на презентацию, человеку рассказываем о сумке, и он уходит. Какая его дальше цель? Получить сумку. Получить сумку. А дальше? Уйти. Все, дальше нет цели, ребят. Все, программа выполнена. В цирке завершена. Закрыта. Это дело под названием Анифлейм в его жизни закрыто. Он сворачивает эту папочку и убирает ее со стола. Программа выполнена. Вы поставили цель сумку, сумка получена, человек ушел. А вы начинаете плакать, у меня уходят люди. Понимаете? И вот это будет бесконечно. Потому что цель, которая может удержать человека здесь, должна быть большая. Почему? Потому что на этапе пути Анифлейм будут трудности. И чем больше цель, тем большую трудность может человек пройти. если пришел человек купить, заработать в Анифлейм сотовый телефон. Да? Ну, банально там. Сколько средний сотик стоит? 10 тысяч рублей. Ну, 10 тысяч рублей. Давайте возьмем. 10 тысяч рублей. За 10 можно взять какой-то нормальный. У него вот эта цель. Купить себе сотовый. Он говорит, так, что нужно, вы говорите, так, нужно проводить встречи каждый день, рассказывать о бизнесе. Он говорит, ну, давай, в принципе, я сотовый хочу. Оп. Так, придешь, пришел на встречу, а никто не пришел. Бывает такое? Бывает. Он думает, так, что-то уже так немножко расхотел сотовый, но еще держится. На следующий день, ну, еще двух позвал. Пришел, человек оказался крайне негативным. Он думает, да е-мое, да нафиг мне это. Со старым похожу. Да, со старым похожу. Да нафиг мне этот сотовый. Понимаете, маленькая цель была. И, соответственно, вот, ну, это препятствие, чем больше, чуть больше, чем цель, оно сразу вышибает человека. Три дня он побыл в Арифлейн, и ему уже неинтересно. Из этой же области сумка. Когда мы зовем на акции? Когда мы пришли в Арифлейн, у нас очень быстро нарисовалась первая цель. Это своя собственная квартира. Ребята, это такая была большая для нас мотивирующая цель, что мне было по барабану, сколько человек откажется, сколько дней я буду проводить пустые встречи, и сколько негативщиков мне придется перебрать до первого позитивного ключевого партнера. Рассказывайте об этом потом. Вообще потом. Когда человек понял, что такое бизнес, когда человек понял, зачем вы его сюда позвали. вот потом можете открыть эту тайну. Это будет очень приятный для него сюрприз. Что тут еще и, а еще и стартовая программа, а еще и какие-то акции, еще и сумки, а еще и, а еще и. И он скажет, классно, но не надо это в первый-то день ему вываливать все. Вы знаете, как-то раз я был на одной презентации другой сетевой компании. И мне начали рассказывать маркетинг-план. А я уже сетевик, со стажем, уже три года я был в Арифлейн. У меня просто мозг вскипел. Где там кто открывается, куда переходит, звезда загорается, какая-то хрень просто. И я понимаю, что на самом деле возможно, маркетинг-план и нормальный. И лидер мне его рассказывал, возможно, нормальный. Но для них это система, в которой они варятся каждый день. В которой они варятся каждый день. Они на этом языке каждый день говорят, им это все понятно. А я ничего не понял. Поэтому, когда вы, новичок приходит, а вы ему сразу по полной выливаете все, что есть. И презентацию, и сумку, и старт, и турклорост, и пикоконференции, и все. Вы понимаете, вот если поставить стакан и вылить из него, в него бочку, останется стакан. Не надо этого делать. Поэтому, что вы рассказываете, это очень важно. Вы знаете, есть фраза, которую, когда мне говорят наши лидеры, меня начинает трясти. просто начинает потряхивать, и правда хочется взять стул и пойти в рукопашную. Эта фраза звучит так. Да я в двух словах рассказал. Ну как? Нет, нет. Вот как мы, как лидеры, давайте интерпретируем это. Что лидер сделал, если рассказал в двух словах? Испортил. Испортил. Испортил новичка. Второго шанса он вам не даст. Потом, когда спонсор скажет, ты чё, вам же не получится второй раз позвонить? Слушай, давай еще раз встретимся. Я вот там, оказывается, хрень тебе где-то рассказал. Давай я перерасскажу. Второго шанса не будет. Если у вас нет возможности провести полную презентацию Арифлэйм, что нужно сделать? Не рассказывать ничего. Не рассказывать ничего. И назначить следующую встречу. Все, только так. Почему для нас это очень важно? Вы знаете, вот наша презентация, это очень похоже на знакомство парня с девушкой. Давайте так. Мы с вами все взрослые. Есть ли несовершеннолетние в зале? Двое. Что будет так? Все знают? Ну ладно, я как-нибудь попытаюсь сейчас, короче, рассказать. Ну вы все понимаете, когда парень с девушкой знакомиться проходит какой-то период. Конфетно-букетный, да, они дружат, ходят, они друг друга узнают, они понимают, есть ли у них чувства, готовы ли они создавать что-то большее. А потом они сближаются, так скажем. Да? Вот это наша презентация. когда вы показываете человеку, что вашему бизнесу и вам можно доверять. А есть у нас как такой сейчас термин собеседование, да? Когда вы быстренько, сейчас еще онлайн вошел, да? И собеседование постепенно вытесняет презентацию. Так вот, презентация это вот это. Собеседование это вот это. Когда вы встречаетесь, парень с девушкой встречается и говорит, ну что, пойдем к постели? Погоди, куда мы пойдем? Давай познакомимся. Кто ты вообще такой? И вот иногда мы после собеседования ожидаем, что человек начнет работать. Вы ничего не рассказали, вы со своей ничего стороны не сделали, чтобы он вам доверял, чтобы он начал строить с вами долгосрочные отношения, так сказать, чтобы семья создалась, Арифлейм, семья Арифлейм, спонсор и новичок. Вы ничего не сделали, вы не поухаживали, вы цветы не подарили, вы чаю не налили, вы в кино не пригласили, вы сразу подошли и сказали, ну что, пойдем? Ну вот. Хочется быстрее, понимаете? Да, да, вот именно это слово. Ну что, пойдем? Поэтому, ребят, ну давайте, давайте, наверное, не будем так делать, поэтому очень важно, что вы говорите, не про сумку, очень важно, кому вы говорите, человек должен быть правильный, наберите неправильных людей, и даже самый, знаете, как неправильную команду, даже самый лучший, там, корабль самый быстроходный никуда не поплывет. И научитесь проводить полную презентацию. И я, как обещал, уложился в 15 минут. Ирина! Спасибо. Ну что, спите, нет? Нет. Правда? Да. Не спится. Не спится. Ну тогда соберитесь, мы с вами и смотрите внимательно, потому что информация так уже будет понарастающей, да? Система. Знаете этих двух замечательных людей, мужчин. Да? Наши основатели компании Рюкл Рюкл и Йонок Аклёв. Аклёв. Что они говорят? Они создали бизнес, который будет уже в следующем году праздновать полвека. Бизнес, который уже вошел в более чем 60 стран. Бизнес, у которого есть ценности, и эти ценности это люди. Когда я их первый раз увидела на золотой конференции, они вышли на сцену и сказали «Мы здесь благодаря вам. Мы сидим студенты, никто, тут миллиардеры, они говорят «Мы благодаря вам сегодня здесь. Если бы не было вас, была бы маленькая кучка шведов и большая гора косметики». Вы делаете этот бизнес, вы являетесь лицом компании «Рефлейм» в наших регионах. И на уровне мышления предпринимателя они передают нам тоже стратегическую тактику, если мы хотим иметь бизнес международного уровня. Они говорят, для того, чтобы всегда быть успешными, мы должны иметь неизменные фундаментальные ценности, понятную миссию, зачем мы здесь, и в то же тактику нашего бизнеса к изменяющемуся миру. Понимаете? То есть есть ядро, о которых мы говорили, наши ценности, наше понимание бизнеса, но методики, они будут всегда меняться. Сегодня, завтра, это не важно, мы сегодня не будем говорить о методиках, мы будем говорить о самой стратегии, скажем так. вот здесь я поговорю поподробнее, букв много, сейчас буду расшифровывать. Составляющие системы, когда начинает расти ваш ключевой партнер, он говорит, Ира, здорово, у меня там люди пришли, у меня там 2000 баллов, я говорю, мне твои баллы сейчас не интересуют. Первое, что меня интересует, какой у вас рекрутинг. Какой у вас рекрутинг, как вы выстраиваете свою команду. Для менеджера минимум 20 рекрутов в каталог. Для директора 40, если этого нет, чем ты занимаешься. То есть рекрутинг. Откуда это берется? Это будет браться от сообщения, количество рекрутов будет браться от количества участников ключевой команды, с кем, кто в команде вас тоже приглашает. Понимаете? То есть задача, если на пятерых, то каждый минимум рекрутирует, получается, 10 партнеров, но по 4 то по-любому у каждого есть. Новичка. Понимаете, о чем говорю? То есть если нет этого количества рекрутов, либо сообщения мировизнаса, о котором сейчас Антон говорил, потому что сообщение написано, что он как раз выявляет ключевую команду. Ключевая команда ставит перед собой задачи рекрутировать. Поэтому если у вас правильное сообщение, то массовый рекрутинг у вас будет происходить, и люди будут приходить зарабатывать деньги, а не сумки. Правильно? Фокус на ключевую команду. Есть правила у ключевого партнера. То есть как вы определяете ключевого партнера? По каким его активностям? Руси такой умный, три месяца вопроса задает. Это ключевый партнер? Дело может делать. Людей приглашает. Что еще делает? Обучает в действии. Обучается, покупает продукт. Есть три базовые вещи. Он ходит на обучение. Зачем он ходит на обучение? Для чего? Обучение нужно для того, чтобы начать действовать. Нафиг там учиться. Просто так. Знаете как? Если вы промотивируете дурака, получится мотивированный дурак. Обучение это формирование навыков. То есть вы берете то, что вы можете применить? Делайте. Получается, не получается, корректируйте опять, узнаете, что еще нужно сделать, чтобы не получалось. Начинайте делать. Есть правила. Во-первых, ты обучаешься, во-вторых, ты рекрутируешь, а в-третьих, ты делаешь личный товарооборот. Если что-то из этих трех вещей отсутствует, то уже ключевым партнером вряд ли его можно назвать. Эти навыки должны обязательно быть, и потом вы увидите в плане на бриллианта, почему эти правила работают. Фокус на ключевую команду. Мы должны смотреть, какое количество ключевых партнеров на каждом уровне. То есть, если человек находится на уровне 9%, он может выйти еще за счет личного рекрутинга. Но его один партнер возможно уже появится. на 12% у него уже должно сформироваться минимум два ключевых партнера. Ветки желательно. Две ветки. На 15% желательно три ветки уже взять. На 18% взять еще. Что такое конвейер? То есть, вы выращиваете первые две до уровня менеджера, делегируете ему часть ответственности, о которой сейчас вы говорили, что он делает по отношению к группе, как он их сопровождает. Берете еще двух малышек, как в школу. Начальную школу они закончили, перешли в среднюю школу и маленьких набрали. Потому что мы должны работать классически и следить за тем, чтобы была ширина достаточная для доходов у человека. То есть, с одной группой сидеть полгода, такие морковки никому не нужны. Понимаете? Это что это безобразие вообще? То есть, человек работает, деньги за это не получает. То есть, должна быть классика глубина и ширина. в глубину мы смотрим, то есть, у каждого партнера, то есть, как мы оцениваем эффективность каталога. Во-первых, рекрутинг, во-вторых, мы смотрим не на баллы, рекрутинг. Второй момент, я смотрю, у тебя за этот месяц пришел новый, включу ее партнер, желательно новый 6%. Есть каталог, ты проработал хорошо. Не баллы. Баллы явления временные. Сегодня баллы есть, завтра нету. Люди, которые приходят на бизнес, это люди, которые остаются здесь строить свою жизнь. Понимаете? Надолго. Поэтому фокус на ключевую команду. третье. Соотношение продуктивности и активности. Я покажу на следующих слайдах, как можно работать и сколько можно зарабатывать. Можно работать одинаково много, но денег получать совершенно по-разному. Здесь у нас есть тоже определенные показатели сопровождения. как вы общаетесь с партнерами, вводите вы его, знакомитесь ли вы дальше его знакомите с компанией, с продуктом. То есть познакомились с командой, я говорила, познакомились с компанией, сами там уже начали взаимодействовать, что вы можете по поводу него делать, что он подошел к вам. Так вот, я считаю, что в каждой группе, если человек работает со своими людьми, должен быть минимум 70% активности и желательно средний заказ 100, но не менее 75. Все понимают, что такое последний заказ. Дальше тогда об этом поговорим. Дальше мы анализируем каждый каталог, каждую неделю, каждый каталог мы можем проанализировать. На планерках, как делают планерки по-русскому? Садятся и говорят «Я дурак, ничего у меня не получается, лидеры мои дураки, у них тоже ничего не получается». Или директор себя берет формально лидерство и говорит, что опять же фокусируется на плохом. Это неправильная модель, это модель, которую нам передала компания «Рифлейм», шведская модель, она работает совершенно по-другому. Вы сначала должны назвать три положительные вещи, что у вас получилось. Вот вы приползли на мероприятие, но у вас же получилось. Ну что-нибудь, ну скажите три положительные вещи, что ты все-таки молодец. Понимаете? Молодец. Второй вопрос. Мы не говорим, что плохо не получилось или что плохо. Мы говорим, а что нам необходимо улучшить? Понимаете разницу? Что получилось плохо? Нам вообще неинтересно, почему это не получилось. Это вчерашний день, мы не должны в нем копаться, разбираться, вот там, я там, я такой, так. Вот что хотите улучшить? Давай подумаем, за счет каких изменений. Мы полностью перечеркиваем обсуждение того, почему, по какой причине, неважно. Вот хочешь улучшить, что мы с этим делать будем? Конкретно, график введем, больше встреч назначим, или какой-то текст обзвона сделаем, или текст нам сообщения консультантам, либо текст рекрутирующего. Что конкретно? То есть на планерке вы смотрите, то есть какие показатели, то есть либо у вас рекрутинг страдает, либо у вас ключевая команда, да, либо здесь, где у вас является, где вы хотите улучшить свои показатели, и мы можем сделать в команде мозговый шторм, да, и каждый участник может сказать, а я вот так справлялся, я вот так справлялся, я так справлялся, понятно, да? И человек уже выходит с решением и со взглядом в будущее, а не во вчерашний день, понимаете? Вот эта позиция, она помогает, во-первых, похвалить и сказать, ну ты же вообще сегодня даже ты уже тут, значит, тебе не все равно, понимаете? Похвалить человека. Самооценка, это очень важно. И не важно, что было вчера, мне вообще все равно, почему человек не рос, но если он сейчас пришел и хочет что-то это делать, давай будем сегодня садиться и разбираться, что ты можешь делать, чем я могу помочь. Это понятно, да, про планирование. И системная коммуникация, то есть вот это делает уже ключевой партнер, обязательно. Есть чаты, ну у менеджера, как правило, там мы будем говорить о менеджерах, есть свои чаты, свои группы, своя рассылочка, он всегда на связи, если он не может быть на связи, он передает своей ключевой команде, либо распределяет дежурство в чатах, чтобы обязательно был человек, который всегда ответит. Не так, что человек вопрос написал и все, и там до вечера, пока ты не вернулся, никто не ответит. То есть чаты должны быть рабочими, эффективными, в течение буквально в нескольких минут должна быть реакция, мотивация. Ну здесь уже индивидуально, уже по ценам, уже знаете. Давайте дальше. Посмотрите, когда есть система запущена, мы сейчас говорили о действиях, о рекрутинге, сопровождении. Мы сейчас не говорили, что что-то проводит обучение, то есть он участвует на планерках, он выступает, делится опытом, он учит, учится, но на систему работы, которую организовала команда, мы уже тратим 20% времени. Каждый директор на общее обучение, ну где-то раз, два каталога, наверное, да, где у нас, значит, выступает. Как часто выступает у нас директор за месяц, за два? Раз, два, месяц, два. Раз, два, даже получается, ну сильно много, получается. То есть все время получается, но система работает и команда передает опыт, да, то есть вы распределились, вы, может, вас двое, вас трое, вы распределились, да, но каждый свои фишки выдал, каждый свою роль сыграл, и система, она работает. Все освободившееся время на организацию системы, то есть вы уже запустили ее, у вас тратится на рекрутинг и сопровождение новичков. Давайте дальше. Вот, что мне нужно делать? Все, все, все так много, так сложно ставлюсь, я или нет, давайте с вами обсудим, что к уровню менеджера, с какими навыками уже наш ключевой партнер должен подойти. Это то, это, знаете, как я говорю, это школьная программа. Давайте следующий слайд. Это школьная программа, которая вот, сейчас подробно скажу, это не значит, что для каких-то там лидеров, это просто обычный детям, который, учебник пишется для всех. Вот эти действия пишутся для всех, все могут. Если коротко сказать, обязанности лидера Reflame создавать активную базу потребителей продукции, из них выявлять включая их партнеров и обучать менеджеров и директоров, которые выполняют тут первый и второй. В принципе, достаточно просто. Создаете активную базу, находите, обучаете менеджеров. Дальше. Если мы посмотрим повнимательнее, да, то мы можем оценить эффективность менеджера на этом сайте. Это тоже система Pro, это не я придумала, но мы этим пользуемся. Я сейчас говорю то, что рекомендует, это не я придумала, это рекомендует компания, минимум, вот просто школьная программа, просто вот что, знаете как, на работу выходил. Вопрос эффективности не знаю, но на работу выходил. Вот. Цели определены у менеджера. То есть если он болтается и не знает, то ли надо, то ли не надо, давайте начнем все-таки с цели. Ты зачем сюда пришел? Точно ли ты знаешь, что сумму, которая нужна, не от болты, что мне нужно 200 тысяч, а конкретно, что ты хочешь от жизни? Просчитай, сколько это стоит, раздели это на 12 месяцев, посмотри, какая тебе ежемесячная сумма нужна. И ты увидишь, что посмотри в план успеха, посмотри, какая это квалификация. По целям, когда приехал Рома к нам, мы сидели в общежитии, у нас вообще ничего не было. Там кровать бабушке, которую на свадьбу бабушке дарили, холодильник Саратов. И он говорит, ну пишите цели. Мы говорим, что смеешься, нам все надо. Он говорит, ну что значит все, пишите. Мы говорим, Рома, ты скажи лучше, что делать? Он говорит, пишите, я не уеду. Докопался, сейчас пишите. Мы сели, начали писать. Все, холодильник, стиральная машинка, сколько на ребенка будущего надо, сколько на путешествия. Просто не золотые самолеты, просто от обычной вещи написали. Он говорит, делите это на 12. Вот сколько стоит, посчитали? Вот конкретно, какая машина, какая квартира, все, сидите, считаете. Сидели, считали. Докопался. Разделили на 12 месяцев, у нас тогда получилось, что нам нужно 40 тысяч в месяц, и в нашей жизни будет все. Вот все счастье, о чем мы мечтаем, вот 40 тысяч и все. Он говорит, ну я понял задачу, два человека надо найти. Понимаете, он не сказал 2000, он не стал... Два человека, которым это нужно, и которые готовы для этого что-то делать. Я думаю, ну два человека, это дурны, как мы-то, ну если мы, ух, то мы точно найдем. Мало того, я поняла, что даже если у меня 10 лет на это уйдет, но передо мной был список, все, чего я хочу, и два человека. Скажите, обращала внимание на 22 отказа? Какие-то два надо? Ну не этот, ну следующий. Понимаете, цели когда определены, ну сейчас, конечно, эта сумма, минимум бриллиант идет. Тогда все становится понятно. Следующий момент, количество бизнес-встреч, возможности, рифлэйм, уровня менеджера. То есть вы со своей командой, в своей команде, минимум два раза, два-три раза в неделю проводите встречи в малых группах. То есть вам люди приглашают, может быть это созвон, может быть это встреча в кафе, но вы работаете с командой с целью именно передачи возможностей рефлэйм. В группе помогает проводить. Ну как правило, это может быть вторая встреча менеджерская, да? Конечно, бизнес-встреч первого уровня с целью личного рекрутирования минимум пять в неделю. Вот он приходит, говорит, ничего не работает, ничего не получается, давай посмотрим, где у тебя, что не работает. Вот ты лично сколько встреч за неделю провел? Хотим 200 тысяч зарабатывать, три за каталог, давайте вернемся, ты на самом деле хочешь? Или ты хочешь через лет 200, 300, ну в принципе все по плану идет. Пока нормально. Дальше не знаю, как будет. Количество бизнес-встреч личных минимум пять в неделю. Количество новых консультантов, ну здесь пишется первой линией, ну вы поняли, да, то есть куда вы там его поставите, ну минимум один в неделю. Сейчас я собрала менеджеров, я ценю свое время, понимаете? Время в вашей жизни стоит очень дорого. Вы мама, вы жена, ну я к женщине обращаюсь к большинству, да? Вы женщина, которая тоже нужна свое время, да? Вы бизнес строите. Почему вы должны время? То есть у меня, когда родились дети, я стала понимать, что я ухожу к кому-то, между делом, мои дети с кем-то остаются. Я на кого время свое готова тратить? Я должна определиться. Это время моей жизни, мне его некуда потратить. Я имею право спросить с того человека, на которого я трачу свое время, ожидаемые какие-то результаты. Правильно? Нет у тебя трех рекрутов в каталог, я сейчас на планерку не приглашаю. Они все знают, они все могут. Но если у тебя нет трех рекрутов, давайте мы, вот встречаться мы лично с Антоном будем, у кого есть лично три рекрута, мы вообще разговаривать только начну. Для того, чтобы сделать трех рекрутов в каталог, он может справиться и без нас. Правда? Пусть лучше будет меньше, таких людей. Но эффективность будет выше. Представляете, если у вас шесть бриллиантов или 666 консультантов-потребителей. Есть разница в результате? Есть. Поэтому мы предпочитаем выбрать сильных людей, на них сфокусироваться. Знаете, когда вы разворачивались к тому человеку, который ноет, тот, кто, знаете, как обычно получается, кто работает, ну ты там работай. А вот кто ноет, я к нему пойду. Не получается? А что? Ну давай, я измените задним местом кому? Тому, кого получается. Спрашивается, зачем? Не надо бегать анетиками. Надо идти тем, кто делает. Там вы получите, есть книга, да, принцип Парета. 80-20. То есть 20% человек в группе делают 8% результата вашей команды. Понимаете? 20. Вы должны определиться и ежедневно вот с ними мы должны общаться. Количество новых консультантов у каждого из 5-ти ключевых бизнес-партнеров минимум по одному в неделю. Если это твой ключевый партнер, я его увижу, не надо с ним, я его увижу, он в листе, вот, потому, он рекрутирует ли он. Количество квалифицированных рекрутов. Если вы достаточно грамотно вводите человека в интернет-магазин, мы сейчас говорим, да, рассказываете вам о wellness, о своих личных покупках, мы не учим ни на одном вебинаре продажу, ни на одном. Мы везде показываем, что я купил, почему я пользуюсь wellness, какие у меня результаты, да, то есть все просто на личном потреблении. Если у тебя минимум 50% компаний рекомендует, чтобы было квалифицированных рекрутов, рекрутов. Ну, я хочу сказать, что здесь в среднем 30 получается, это тоже нормально. То есть 30 новичков, 30 пришло, 10 кушат, это хороший результат. Тогда вы можете прогнозировать свои результаты, прогнозировать прирост. Если вы не можете обеспечить этой эффективностью, вы тогда не сможете прогнозировать ваши новые уровни. То есть вам нужна плюс 1000 баллов. Если у вас есть эффективность в 30% квалифицированных, квалифицированных, то вы знаете, вам нужно 30 новичков, третий из них там сделает заказы, да, третий из них квалифицируется. Вы когда видите свою эффективность, вы можете просчитать, сколько вам пригласить надо с вашей эффективностью. А средний балл, желательно 100, компания говорит 100. У нас сейчас есть волнос и новейдж. ну, скажите мне, что такое 100 баллов. Да, на косметике раньше это было тяжело, это надо было что-то предпринимать. Здесь можно показать выгоды и без проблем. То есть, причем, средний балл, он формируется не от количества тех, кто делает 100 баллов. Я вам хочу сказать секрет, что средний балл хороший держится от количества людей, которые умеют 150 делать. Если вы сразу говорите про 150, то то 150, то то 50, то в среднем 100. очень хорошо, очень хороший темп просто получается. То есть, вы знаете, что вы за эту работу деньги получите. Ну, представьте, вы там назначаете встречу, за ними бегаете, там договариваетесь, вылавливаете их на эти встречи, на презентации проводите, опять их там регистрируете, опять вылавливаете на вторую встречу и деньги за это не получаете. Просто нафига вам это надо? Понимаете, вы должны деньги-то получить за эту работу. Результативная бизнес-встреча. Если это личный контакт, то из пяти одна регистрация идет. Все это считается хорошей презентацией. Из пяти один регистрирует, то нормально, все хорошо, все отлично, он тебя так продолжает. Если двое-трое, ты вообще супер молодец. Количество проведенных тренингов, успешный старт для планеров. То есть, менеджер со своей командой работает, он работает с новичками, проводит планерку для включения минимум два раза в неделю. Частота контактов, сопровождение с ключевыми бизнес-партнерами. То есть, включает бизнес-партнеров, менеджеров минимум раз в день он слышит, видит и знает, как у него день прошел, что у него там не получилось, либо этот чат есть, где отчетики так пишут. мы договариваемся, что пишите, обязательно обозначайтесь. Частота контактов, сопровождение с новыми консультантами хотя бы раз в три дня увидится, услышится, да, с новичками. Проконтактировать с другими консультантами раз в неделю, но это можно проконтактировать. Мы будем говорить о системе коммуникации, это могут быть и группы, то есть, нужны сообщения, чтобы ушло. Вот, сейчас не надо звонить каждому, сейчас вы создаете такую коммуникативную среду, то есть, вы либо у новичков вводите в группу для новичков, либо, если они находятся в соцсетях, делайте группу в соцсетях, где вы даете сообщения, не звоните каждому, но вы даете сообщения, и они уже сто, двести человек, они уже оповещены все-таки. Посещение мероприятий, вы считающихся лидеров, минимум сто процентов, при этом я говорю. Такого не бывает, что делает директор мероприятия, а вы в это время там встречу назначили. То есть, когда вы планируете, вы сначала при планировании пишите мероприятие компании, график, потом мероприятие спонсоров, потом мероприятие считающего директора, и потом уже свои, пожалуйста, все дела распихивайте туда, где появится время. Понимаете? Иначе главное и актуальное вы можете пропустить. Вот. Что сейчас, какие инструменты еще новое время требует от менеджера новые инструменты? Если раньше можно было иметь телефон, то сейчас, конечно, нужно, ну, для команды нужна комната для вебинаров, у нас есть общая вебинарная комната и для персональной группы маленькие, для планеров. Вот. То есть, сами вы там скидываетесь или с директором договариваетесь. Конечно, нужна камера и микрофон, то есть, он должен учиться уже говорить и тренироваться в благоприятной среде. Вот его знают там 5-10 человек командные. Вот расскажи, что получается, да? Начинай говорить. Скайп, конечно, должен же быть. Аккаунт на YouTube тоже. То есть, сохранять то, что считает, ты считаешь эффективным и грамотным, Сохранять для новичков то, что ты будешь использовать, чтобы не бегать и не давать ссылки на другие каналы. То есть, ну, заливайте себе, вот, ну, те, с кем вы работаете, какие материалы, да? Конечно же, аккаунты во всех соцсетях, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм. Вот, сейчас, например, Фейсбук, Инстаграм, он полностью сейчас прокачивается через Инсту. То есть, вы размещаете пост в Инстаграме и поделиться ВКонтакте, Фейсбук, я туда захожу только личико проверять. Чей ребенок вам обратите внимание? Не мой. Точно не мой. Света. Света. Ну, менеджеры, многие делают еще программу устанавливают, рассылщики, там кто-то с сайта делается, рассылается. Ну, суть в том, чтобы регулярно, смотрите, в команде 90% потребителей, как бы мы не рассказывали, все равно 90% будут потребители, 10% будут лидеры. Вот эти вот потребители, они тоже должны быть на связи, их тоже нужно информировать, да. Только мы ими не занимаемся каждый день. Почему у нас суббота все не свободны? Потому что в субботу это коммуникация, то есть в субботу ты можешь вот эти все потребители, уснувших, все оповестить, какая акция началась, какая распродажа, то есть все это менеджер должен делать. Я в менеджерские группы ничего не рассылаю, это все делают менеджеры, то есть мне нужна автономно-развивающая группа учись, разбирайся, делай, делай. Вот. Обучающие сайты, то есть есть сайты, на которых директора собирают уроки, какими файлами портятся, видео, какие-то инструкции то есть собирают здесь тоже ну либо у директора, либо сами начинают формирует, там даже на бесплатном на Wix делают и работают. У менеджера должна быть свой сайт-визитка с бизнес-визложением и рекформой. То есть сейчас мы контактные данные в личку не берем. То есть мы говорим запомни, ну это как-то несерьезно, да, то есть тем более если вы говорите там я в онлайн-проекте и ты мне в личку сейчас или там пиши я на бумажке запишу или даже своему новичку. Только там своими подставляют фотографии и уже и e-mail чтобы регистрационные данные уходили ему. Вот. Аккаунт в Google потому что тоже делают Google таблицы очень удобно отслеживать работу группы тем более морковку нужно отслеживать. Вы же не можете в инфлясте начать путаться это у меня первая это вторая это у меня вторая ветка у третьей ветки и там началось, да, поэтому Google таблички где идет отслеживание каждой ветки вот и отмечаете там что какая информация выдано там может быть какая информация об этих людях вот Яндекс тоже диск устанавливает сохраняете туда фотографии, диалоги скрины презентационный материал потому что все в работе пригодится это все накапливать удобно очень по папочкам вот любая записывающая программа на которой можно сделать свои инструкции то есть стараться все равно прочитали сделайте свое зачем вы чей-то другой личный бренд прокачиваете как можете как умеете сделайте начинайте что-то делать но это ваше вы же это уже поняли ну расскажите это озвучьте только это ваше будет чужое видео старайтесь не давать то есть либо ваши спонсоры либо ваша команда расскажите своими словами сделайте свой материал вы уже будете экспертом вы будете профессионалом в лице вашей команды понимаете то есть вам будут доверять именно как ну человеку за которым можно пойти который может чему-то научить поэтому нужно все-таки делать свои видюшечки вот смартфон должен быть или айфон на котором установить ватсап или вайбер вот у нас чаще ватсап используют то есть без ватсапа сейчас кто на скайпе остался ну это как вот уже у нас бабушки на скайпе остались то есть реально сейчас вот мы фотографируемся ватсап переслали там у нас там группа лекс профи группа там элита которого группа новичков по разным веткам то есть мы тут же с телефона где можем быть тут же можем выстоять то есть скайп не всегда прогрузит эти фотографии все то есть сейчас можно также синхронизирование да браузеров с разных устройств то есть можно зайти и ссылочки также все в телефоне уже отправить вебинары можно с телефона со смартфона это не так дорого стоит поэтому ну это в принципе такая разумная инвестиция чтобы вот на связи быть с миром понятно да коммуникация важный момент то есть мы рекрутируем на людей выезжаем если мы знаете сейчас есть такое понятие что в бизнесе в большом бизнесе управление бизнесом на 90% зависит от качества вашей коммуникации то есть пока у вас 5 человек вы еще как-то справитесь ну 10 справитесь ну 10 позвоните каждому да но когда их 500 когда их 1000 каким образом то есть вы сможете до каждого у вас не хватит времени чтобы даже в течение месяца до них до каждого достучаться поэтому у вас должна быть система коммуникации то есть вы должны сделать так чтобы целевая ваша целевая целевая аудитория там потребители у вас где-то собраны ключевые партнеры где-то здесь лидеры у вас здесь да то есть вы должны определиться то есть какое сообщение для кого интересно и уже быстро туда коммуницировать если рекрутинг основа создания группы то коммуникация это жизнедеятельность она живет она развивается она вдохновляется она кипит все это происходит давайте дальше вот поэтому что кому и когда инструменты я сказала да то есть ну в основном смартфон сейчас вот ну youtube канал тоже конечно там все записи все есть а вот что кому и когда давайте сейчас посмотрим а что коммуницируем акции информацию от компании информацию для новичков информацию по программам информацию о продукции анонсы мероприятий школ вебинаров периоды действия программ мотивационные сообщения сообщения для неформального общения для настроения там да вот в чатах беседки есть мамские чаты есть там ну вот куда хотите то есть там уже смотрите то где пошла возня если вы ключевые партнеры значит и там только по бизнесу если хотите поболтать ну давайте мы с вами в мамские чаты уйдем мы там будем про памперс собеседовать то есть там даже информация своя есть для коммуникации То есть, кто как там день распределяет, то есть, это тоже можно все вопросы обсуждать. Давайте так. Тут понятно, да, в принципе. Кому? То есть, вот у вас есть ключевая команда, есть, ну, у лидера есть директора, есть ключевая команда. Ну, можно распределить для менеджера как? Ключики – это те, которые только начинают от 0 до 6%. Менеджеры – это те, которые 9-18%, они уже за свою группу отвечают, к ним уже немножко другая информация идет, что он должен это сделать. Если ключики там, они только эту информацию получают, поглощают, а еще пока никому ничего не должны, да? А с уровнем менеджера, то есть, ты уже это имеешь право, уже готовность должна быть передавать эту информацию. Вот. И консультанты, новички, спящие, потребители, продавцы. То есть, вы формируете эти сообщения. То есть, в принципе, компания дает схему обзвона, то есть, там, первая суббота, вы обзвание тех людей, которые получили каталог, там, но они сделали заказ еще, то есть, у них там в листе все есть, на второй неделе, там, вы… С ключевыми партнерами каждый день, это понятно, да? Там, три раза в день, ближе, два-четыре часа в сутки, теми, кто рекрутирует. Вот. А вот остальные категории, которые тоже должны мы поддерживать, вот, мы с ними вот раз в неделю, в принципе, достаточно хорошая коммуникация может идти. Давайте дальше. Какие инструменты? Ну, понятно, оффлайн-встречи могут быть, встречи по планированию бизнеса, мероприятия, звонки, обзвоны. И онлайн, то есть, это может быть рассылка, вебинары, через скайп-чаты, через социальные сети, группы вы можете делать. Если вас… Часто вы находитесь в ВКонтакте, люди у вас в ВКонтакте идут, ну, сделайте там группу, размещайте там, какие вебинары прошли, записи размещайте, размещайте там о том, что начался каталог, фотографии вашего первого заказа, там, фотографии, скрины ваших заказов, «А как вам выгодно, да, там, с пяти тысячи две с половиной оплачиваете, так классно, с 151?» То есть, вы там, ну, сами сформулируйте, да? Вот. Ютуб-канала, то есть, тоже, когда на вычет приходит, ты ему говоришь, то есть, после того, как он понял суть бизнеса, цели определился, да, ты ему говоришь, что твоя задача сейчас – подписаться на Ютуб-канал, потому что я не буду бегать за тобой и искать тебе запись. Ты всегда найдешь здесь. Информацию, вопросы ты возьмешь здесь. Если я не отвечаю, в этом чате тебе ответят. Понятно? Да, то есть, вы ему сразу говорите, что вот здесь, здесь и здесь, ты будешь получать информацию. Вот. Если ты постарайся сделать так, что я звонить не буду, мы с тобой первый раз можем созвониться, как вторая встреча, потом я не бегаю. То есть, вот ты всегда там информацию найдешь. То есть, все равно на осознанность, да? У нас поток людей идет. Мы просто физически бы не успели. Вот. И говорим, что, как зубы чистить. Вот он говорит, а я не знал. Ну, давайте так, вот ты утром стоишь зубы чистить, ну, открой ты чат, посмотри сообщения, какие были. Иди спокойно, уделяй там 20-30 минут. Иди спокойно по своим делам. Вечером ты пришел, у тебя там были какие-то другие дела, там, ты с ребенком видел. Ну, ты зубы почистил, ну, ты зайди в чат и посмотри, чтобы ты знал, чтобы что-то важное не пропустить. Это твоя ответственность. Если сразу договорились, то у нас не будет проблем, что вот вам претензии, там, ты меня там чего-то не рассказал. Все тут есть. Давайте дальше. Поэтому, какие важные ракурсы у нас могут быть? Первое, конечно, это состояние сохранить новичка. Что, блин, классно, здорово, там, я сейчас это... То есть вот это вдохновение, вы знаете, вот, это очень важно. То есть не так, что я все уже знаю, я все уже умею. Сохранить состояние новичка, постоянно то есть ощущение новизны, да, постоянно как-то вот пробуждать, потому что ваше состояние радости, оно сильно передается. Фокус. Фокус понятно, да, на чем мы с Антоном фокусируемся? Мы фокусируемся на понимании бизнеса, на количестве ключевых партнеров. То есть дальше смотрим, как наши партнеры рассказывают о бизнесе, какое количество у них ключевых партнеров. У этих партнеров появляется, если нас приглашают в глубину, мы говорим, сколько у тебя ключевых партнеров, о чем с ними разговариваешь, какие у них цели, какие вопросы, идем дальше, понимаете? То есть здесь понятно, фокус на рост ключевой команды и конкретно для нас, если для менеджера показатель эффективности, это сколько у него ключевых партнеров, которые делают вот эти три вещи, мы говорили, обучаются, рекрутируют, то делают, да, то для директора, включу и показатель его эффективности, это количество новых директоров. Если ты стал директором, мне вообще все равно, у тебя 7500, 8500, 18545, 500 баллов, то есть они вот не фиолетово, это не показатель твоего профессионализма. Следующий этап твои новые, когда у тебя будут новые директора. Как ты работаешь с организацией, да, что ты планируешь со своими людьми, значит, себе я сделал баллификацию директора, людей позвал, сам деньги получил, а мои люди, что, я их куда звал? То есть мы должны позаботиться о том, чтобы наши люди получали деньги. И компания позаботится о нас. Третья инновация. Что-то новое узнали, попробуйте внедрять. Ребята, мы это делаем, давайте вот это, сами начинаете делать, показывать результаты. Все постоянно, то есть меняется и надо не бояться этого, то есть не бояться новое, а принимать. Четвертое, профессионализм в бизнесе, в знаниях, ключевых параметров, то есть нужно понимать, как, какие, то есть анализировать работу своей группы, помните, картинку показывала реальность, да, анализировать, то есть понимать, где я, у меня хорошо получается, что необходимо лучше. Пятое, каждый человек важен для нас, каждый человек очень важен, это не баллы, вот если вы смотрите в инфлист, это люди, это не баллы, это не точечки, стартеры, это люди, можно их назвать стартерами, реклутами, ключиками, там, уснушечками, терминаторами, всяко разно можете их назвать, это люди, люди, у которых есть семья, у которых есть мотивация, у которых есть своя боль, своя радость, вы познакомьтесь и просто подружитесь. Дружить умеете? Как дружить научите? Послушайте его, если вместе, чаю попить, внимание где-то уделить, днем рождения поздравить, понимаете? Если вам действительно человек интересен, то вы с ним подружитесь, то вы действительно очень много сможете сделать. Всё? Ну, мужчину варифлей называем. Ну, даже успеваем, смотри-то. Ага, успеваем, хорошо. Друзья, ну, давайте у нас остался, остался такой блок интересный, следующий слайд. Остался такой блок интересный про мужчин. У кого есть нехватка мужчин в бизнесе? Поднимите руку. Ого. Отлично. У кого есть желание их там приобрести в этом бизнесе? Отлично. Давайте тогда мы сначала поразмыслим, почему они иногда не идут, а потом поразмыслим, что же нам с этим делать, чтобы они шли. И, смотрите, друзья, давайте сейчас так, может быть, будет немного, немного жестко, может быть, будет немного грустно. Очень часто, когда вы начинаете своё развитие в Арифлейн, когда вы идёте к топовым квалификациям, что с вами происходит? Вы начинаете, нет, вот когда вы уже двигаетесь по лестнице успеха, вышел, меняемся. В какую сторону? Что с нами происходит? Какие изменения? В любительный рост. Рост идёт. Вес. Вес. Личностный рост. Так ещё. То есть мы становимся, и вы, как женщина, становитесь более не обязательно привлекательной, самостоятельной, ещё сильной, независимой. Самостоятельной, сильной, независимой. И, возможно, не всем это нравится. Возможно, не всем это нравится, если там парень рядом с вами или мужчина рядом с вами удерживал вас до этого только тем, что вы без него никуда. Без его зарплаты, собственно, без его позволения, то сейчас эти бразды правления потихонечку таят. И это, конечно же, не нравится. Если человек не хочет напрягаться, чтобы удержать женщину свою нормальными отношениями, крепкой семьёй, любовью, если не хочет напрягаться, то вот эта ситуация, которую вы создаёте с рефлеймом, она вообще крайне негативная для него. Потому что вы сидели дома с ребёнком и получали, короче, отстань. Но когда у вас начинает идти доход 20-30 тысяч, вы приобретаете свой автомобиль, отучились на права, сами купили себе красивую одежду, вариант А, короче, отстань, может быть в обратную сторону. И это сильно пугает. И это очень сильно пугает. Поэтому Ваша здесь сила и независимость. Возможно, это большая страшилка для кого-то. Возможно, это большая страшилка для кого-то. Это вот, это такая первая страшилка. Сейчас мы разберём, что с ними делать, не переживайте. Страшилка. Это косметика. Это вторая самая большая страшилка. То есть вот ваш мужчина, возможно, ваш бизнес представляет вот таким. Что вы сейчас здесь в Крыму, завалены косметикой, мы её подкидываем, купаемся в ней, мажемся все с утра до вечера. И первая, и вторая страшилка, происходят из-за недостатка информации, правильной, во-первых, и из-за недоговорённости, во-вторых. И на вопрос, что делать, ответ до такой степени банален, что, наверное, вы удивитесь, может быть, расстроитесь, ожидая какого-то секрета, а получив вот такой вот ответ. как вы думаете, что нужно сделать? Договориться. Договориться. Но вы же его выбрали, он вас выбрал. Вы же когда-то договорились для того, чтобы жениться. договорились, сядьте. Понимаете, многие даже и не пробовали серьёзно объяснить. А, ты не хочешь Вари Флэйм со мной? Да ты сама дура. Это я-то дура. Это ты, дебил. И вот оно вот это вот всё пошло. Найдите время. Выделите этот час, полтора, два, когда вы просто сядете друг против друга. Никто не будет мешать. Ни котёнок, ни ребёнок, ни сотовый телефон. Возьмите за руки и объясните то дело, в которое вы верите и в котором вы видите перспективы. Но если вы будете рассказывать про сумку, я думаю, это не замотивирует вашего мужчину. Понимаете? Не замотивирует. Поэтому, во-первых, сами станьте здесь интересными. Вам рассказал спонсор эту информацию, вам он выдал так, что вам захотелось быть здесь. Отдайте долго, так сказать. Начинайте рассказывать сами. Поэтому, ни одного способа, кроме как договориться, не существует. Как говорит наш спонсор, вчера мы вспоминали фразу, да? Сядьте и договоритесь. Если не получается, ляжьте и договоритесь. И ещё один важный момент, который вам нужно рассказать вашему мужчине, возможно, понять самому, возможно, попытаться донести это. Это тема несерьёзности этого бизнеса. Это тема несерьёзности Арифлей. Вы знаете, я очень часто, у меня есть знакомые, друзья, которые занимаются бизнесом, и у них есть атрибуты серьёзности. Какие вот атрибуты серьёзности существуют? Давайте, в бизнесе, кабинет, кабинет, пиджак, такой офис, машина. Никого не интересует, что она в кредите, да? Ну, ладно, это не важно. у людей есть атрибуты, а они позавчера перегнали вагон никеля. Это круто, да? То есть, ну, что, как дела? Да, ты знаешь, у меня там никель на таможне подвис. То есть, о, нифига. И так думаешь, блин, а мы сегодня про Арифлейм разговаривали, а у людей там никель на таможне подвис, да? Да, в офисе что-то он там, да, секретарша документы перепутала. О, нифига себе, у него секретарша есть, она еще документы путает. То есть, понимаете, вот эти вот все атрибуты серьезности бизнеса. Ну, давайте так, зачем вам бизнес? Конечная цель, какая любого бизнеса? Приму. И давайте мы не будем забывать вот про эти две составляющие. Дебет и кредит. Соответственно, это поступление, и расходы средств. Так вот, я вам хочу сказать, что огромное, я не буду говорить про всех, я рассказываю про своих знакомых. Я вам хочу сказать, что огромное количество моих друзей, у которых есть атрибуты бизнеса, вот, крузер в кредите, офис, все как надо, огромное количество людей, когда отнимают первое от второго, их доход ежемесячный, который они могут потратить, неваловый продукт, который они покупают, перепродают, закупают, их доход даже рядом не стоял с доходом исполнительного директора доходом.